Я напомню, что где-то в конце апреля-начале мая я в блоге предложил всем желающим прислать мне на почту какие-то свои работы в жанре предметной съемки, натюрморта, стоковой фотографии и так и в дальнейшем пообещал эти работы разобрать и заодно ответить на какие-то вопросы, которые вы можете точно также задать в своих письмах. Вот наконец-то у нас дошло дело, собственно, до самого разбора, который называется предметный разговор. Но, к сожалению, по каким-то обстоятельствам не получилось это сделать раньше. Я решил не подбирать работы, не сортировать их по жанру, не группировать как-то по тематике. Соответственно, мы будем рассматривать всех авторов просто в алфавитном порядке, чтобы никому не было обидно. Сейчас я сверну окошко, чтобы оно никому не мешало. Но я ещё здесь. Я никуда не ухожу. Итак, начнём. У нас папочка, предметный разговор. Начнём с Александра Гринвальда. Посмотрим, что пишет нам Александр о себе. Александр пишет. Приветствую. Вот решил поучаствовать в этом фотоконкурсе. Мой ник Гринвальд. Так, больше ничего не пишет. Хорошо. Но, на самом деле, начнём с того, что это не совсем фотоконкурс. Вернее, совсем не фотоконкурс. У нас здесь никакого соревнования нет. Мы просто смотрим разные работы, пытаемся найти, что в них хорошего, что в них удачного и неудачного. Я буду высказывать какое-то своё мнение по этому поводу. Подсказывать какие-то решения, правки, отвечать на вопросы. Но вот, к сожалению, Александр просто прислал набор картинок. Причём вот здесь я вижу какие-то рабочие варианты, насколько я понимаю. Вот Александр, к сожалению, ничего не написал для каталога. Это для тренировки. Но, судя по всему, потому, что здесь есть какие-то эксперименты с освещением, с кадрированием, то, скорее всего, это просто эксперименты и попытка обучения. В принципе, я вижу, что Александр движется в более-менее верном направлении. То есть, пытается сделать некий градиентный фон, который бы на просвет придал объём этим кадрам. Но вот не знаю, как воспринимать эти эксперименты с формальной композицией. Вот я любой подобный кадр требует вдумчивой обработки и очень-очень кропотливый. Вот здесь у нас на стекле какой-то мусор в бутылке, ещё что-то. Если бы это был натюрморт, натюрморт, который бы ставил своей целью показать живые предметы. Предметы, которыми пользуются, на которых есть следы какой-то грязи, следы использования, следы времени, что называется. Вот если бы Александр делал такого рода натюрморт, то там было бы вполне приемлемо оставить вот эти все отпечатки пальцев, пятна, в том числе и вот этот вот шов на стопочке, шов от литья, от литейной формы, в которой отливают стекло. Но поскольку здесь всё-таки эти фотографии претендуют больше на какую-то каталожную съёмку, то соответственно их надо вычищать, конечно, намного лучше. Я сейчас не говорю о постановке света, в принципе для стекла она более-менее приемлемая. Вот здесь какой-то перекошенный горизонт, вот это видимо какие-то кадры, которые в принципе сюда попали скорее всего случайно. Опять же, Александр, совершенно непонятно для чего эти кадры делались, поэтому очень трудно их оценивать. Вот если говорить именно о формальной композиции, то например вот в этом кадре, я сейчас попробую увеличить, вот этот вот участок, где ножка рюмки, ножка стопочки касается отражения бутылки штофика, вот этот вот участок, вот этот участок таких касаний в натюрморте следует избегать совершенно однозначно. Вам просто, наверное, надо почитать книжку по композиции, поищите гуглим Голубева «Основы композиции», скачайте pdf-ку. Очень полезная книженция, вообще для всех фотографов, для художников, для фотографов она полезна вдвойне. Не знаю насколько вот эти вот кадры были именно экспериментами с точки зрения композиции, но у меня лично, когда я работаю над натюрмортом, уже когда поставлен свет, уже когда лампы все установлены, когда я уже вижу, что свето-теневой рисунок в принципе адекватный, основная работа, основное время и основное количество дублей снятых кадров завязано именно на вот этих вот экспериментах с размещением объектов, именно с раскладкой, с композицией. То есть, где-то я вижу какое-то пересечение не очень удачное одного объекта с другим, где-то я вижу касание контуров, как вот здесь у рюмки, как то, что мы уже говорили. И от этого порой бывает очень долго и муторно приходится избавляться. То есть, вот это как раз именно основная работа. После того, как вы освоили свет, после того, как вы сделали свето-теневой рисунок такой, какой вам нужно, нужно очень вдумчиво работать уже именно над композицией. Что касается вазы. Я думаю, что вы здесь и сами понимаете, что вот этот кадр, он очень плоский сам по себе. Здесь у вас скорее всего какой-то заполняющий свет стоял от камеры, или отражатель, или что-то ещё. Вот здесь рельефа намного больше. Это очевидно. Но если вы стремились в частоте показать вот этот рисунок на ней, то вполне возможно, что вот этот кадр, второй кадр более удачный, чем первый. Но честно сказать, в тот момент, когда у меня, например, при съёмке возникает такая дилемма, поставить свет так или так. То есть, когда два варианта постановки света, и каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками, нет ничего проще, чем просто попытаться объединить эти два варианта. То есть, это можно сделать либо при съёмке, либо при обработке. При съёмке вы просто ставите свет, как нужно, пытайтесь сбалансировать. Если у вас слишком густая тень справа, значит сюда нужно поставить отражатель и чуть-чуть её заполнить. Потому что действительно слегка темновато получилась вот эта часть бутылки, и любой заказчик может сказать, ой, давайте уходить от этой черноты. Всё-таки это не очень хорошо смотрится. А этот вариант в чистом виде, он плоский, и это очень хорошо видно. То есть, объёма бутылки нет. Ну, что мы берём? Раз у нас уже есть в руках два кадра с разным освещением, мы просто их складываем в фотошопе и получаем некое среднее решение. То есть, вот сравните его с контрастной картинкой, с освещением с одной стороны, и мы добавляем вот этот кадр. У нас получается, что сохраняется и объём, и при этом нет какой-то чёрной провальной тени. Всё понятно. В общем, вы же сами, Александр, вы же сами прислали два варианта. Вот совершенно не зазорно взять и сложить их в фотошопе. Вот эти два кадра. На самом деле, стекинг по освещению, это такая не всегда, не для всех очевидная вещь в предметной съёмке, особенно для начинающих. Не все сразу понимают, что можно так делать, но ничего в этом нет зазорного. То есть, я очень часто в своей работе делаю какие-то кадры с разной постановкой света, особенно когда мне не хватает источников. Я делаю один кадр, потом перемещаю источник, делаю ещё один кадр, ставлю отражатели, располагаю рефлексы там, где мне нужно. И потом в фотошопе складываю просто эти картинки на слоях с масками и прорисовываю банально кисточкой этот рефлекс с другого кадра. Вот. Так что вы можете сами поэкспериментировать, поскладывать вот эти варианты по освещению. Это особенно удобно, когда вам нужно сделать быстро какую-то съёмку. Вы не можете разобраться с освещением, просто делаете много-много статичных кадров, экспериментируя со светом и в итоге потом дома спокойно, в спокойной обстановке это всё складываете, получаете идеальную для себя картинку. Это особенно удобно, когда у вас нет денег на дополнительный свет. Вы, например, купили один софтбокс и вот с ним ходите вокруг натюрморта, пытаетесь как-то осветить. Но на самом деле, если честно, как я уже говорил и не раз писал в блоге, в принципе для большинства предметной фотографии и для большинства натюрмортов, подавляющего большинства натюрмортов, достаточно одного источника и отражателей. Поэтому совершенно не обязательно иметь много светильников. Так, смотрим дальше. Часы и янтарь. Хорошо, замечательно. Винтажные часики, но пока что я здесь вижу фотографию для того, чтобы выставить эти часы на продаже на каком-нибудь акционе типа молотка. То есть, фотография в лоб, без окружения, не совсем понятно. Если вы это позиционируете как стоковую фотографию, то в стоке у вас скорее всего её не примут, потому что для стоков обычно нужен чисто белый фон, выбитый. Либо вам нужно эту фотографию обтравить, либо просто изначально снять, соблюдая белизну фона, подсветив его чем-то или взяв другой материал для фона. Как сток изначально этот кадр чисто технически не пройдёт у вас. А лучше всего было бы такие часики, раз они у вас сохранились, замечательные, потёртые, со следами жизни, лучше было бы с ними составить какую-нибудь интересную композицию тематическую. То есть, взять какую-нибудь там... Ну, может быть, это будет банально, но вам на стадии экспериментов, в принципе, будет этим интересно. Позаниматься какую-нибудь оправочку в дедушкину, книжки какие-нибудь старые положить рядом, там, не знаю, вазу с засохшими цветами. То есть, поэкспериментировать с жанровым окружением, как это называется. Потому что у любого предмета есть его современники той же эпохи. Вот, можно было поэкспериментировать с жанровым окружением. В принципе, мог бы получиться интересный натюрморт. Ну, а пока что это... Не знаю. И не сток, и не натюрморт, просто фотография в лоб такая, очень номинальная, в которой вы хотите сказать непонятно что. Типа, вот часы, вот из пластика бутылка, как в этом, как в что, где, когда. Такое может быть только в стоковой фотографии. И о ней мы еще поговорим позднее. В общем, Александр, вам совет больше экспериментировать с композицией и понимать, для чего вы делаете конкретные фотографии. А из цели, которую вы сами себе поставите, из нее, собственно, выплывет и решение по свету, решение по композиции, какое-то окружение для этих предметов и так далее. Так, вот еще у вас стаканчик. Тоже не совсем понятно, для чего это и что. И, кстати сказать, здесь вот непонятно, по цвету это как пиво выглядит, но пены на нем нету. Непонятно, что это. Анализы какие-то, не знаю. Вот. Ну, в общем, и обрабатывать, конечно, фотографии нужно. То есть, то, что вы их сконвертировали в лайтруме и где-то подрезали, это еще ничего не значит. Все это нужно подчищать. Работа в предметной съемке – это кадр, вылизанный до идеала. Так, ну, закончим с Александром. Перейдем к следующему читателю, который прислал работы. Дальше у нас идет Анюта Вяземский. Анюта Вяземский. Почитаем, что она пишет о себе. Здравствуйте, Дмитрий. Меня зовут Анюта, у меня 25. Я получаю второе образование в Королевской академии изящных искусств в Бельгии и в Генте. Вот. Вот это очень классно, потому что сейчас у нас в разборе участвует человек, который получает академическое образование. Это далеко не каждому дано, в принципе. И очень мало кто из фотографов имеет академическое образование и базу художественную. Вот девушка учится на втором курсе, ждет результатов экзаменов, прошла или нет на третий. Прикрепленная ниже фотография. Результат работы в четвертом семестре для двух разных заданий. То есть, это учебные работы. Одно задание было таким – съемка на форматную камеру, цветная диаплёнка, цель изучения света. Второе – натюрморт. Вот, кстати, мне интересно, Анюта, если вы таки посмотрите весь этот обзор и услышите мой вопрос, все-таки интересно, почему вас заставляют снимать на форматную камеру. Потому что, грубо говоря, я посмотрел фотографии, пробежался. Не говоря сейчас о каких-то их художественных достоинствах. Я просто вижу, что, в принципе, всё то же самое, без особого ущерба, а может быть и лучше, и проще было бы снять на цифровую камеру. И с точки зрения экспериментирования это было бы более удобно. Вы бы видели результат сразу, и никаких проблем не было. Интересно было бы от вас узнать, услышать в комментариях, почему именно форматная камера, почему именно съёмка на слайд. Интересно бы услышать, то есть не то, чтобы я скептически к этому отношусь. Я считаю, что нужно уметь работать с плёнкой. Но, смотрите, это уже второй курс. Наверняка на первом курсе вы уже прошли все эти аналоговые процессы. Всё-таки интересно. Так, высылаю на разбор, потому что всегда интересно услышать новое мнение, даёт возможность развиваться дальше. Отлично! Все фотографии относятся к предметной съёмке. Но, честно сказать, я не уверен, что их можно назвать стоковыми рекламными. Нет, конечно, Анют, это не стока, не рекламная фотография ни в коем случае. Это всё-таки уже приближается к искусству. Может быть, это ещё не искусство, но это уже какие-то замыслы, какие-то концепции, какие-то идеи в этих фотографиях у вас заложены. Это, конечно, очень хорошо. Так, значит, первое фото для задания изучения цвета. В руках красного пальто стоит стакан. Это вот про эту фотографию. Да, значит, здесь эксперимент с цветом. Сложный глава в том, что добиться сравнимой яркости между вспышкой соты сверху и фонариком, который подсвечивает вот эти виноградины. Анюта, если уж речь зашла про цвет, конкретно в этой фотографии, мне как раз и не нравится красный цвет. Я не знаю, может быть, этой издержки сканирования, плёнка сама по себе слайд такого красного цвета не выдаст. Здесь у вас чисто цифровой красный цвет. Вот если вы экспериментируете с цветом, то вы должны понимать, что конкретно вот этот красный цвет, он ущербный. Он очень цифровой. Фактически здесь все достоинства плёночной фотографии, которые такого красного цвета выдать не может. Вы все вот эти достоинства цвета, вы их сгубили. Не знаю, чем. Может быть, просто вам плохо отсканировали эту плёнку. Может быть, вы неправильно скан обработали. Не знаю. Но вот этот плоский красный цвет, он, конечно, мне очень сильно даёт по глазам. И какая-то пастеризация даже здесь пошла. Такого, конечно, нужно избегать. И мы об этом ещё будем говорить. На самом деле, если вы работаете даже со сканами, то их тоже можно обработать в конвертере RPP. И цвет будет намного лучше. Прибрать насыщенность, может быть, не знаю. Мне кажется, что убирая насыщенность, мы уже изначально красный приведём в норму. Вот он уже стал более-менее нормальный. Нет такого ощущения выбитости цифровой. Может быть, он исказился. Тут как-то нужно это всё подкручивать. Но уже так не бьёт. По глазам уже становится видна какая-то вариативность цвета. Да, я в качестве примера вам могу показать свою фотографию. Тоже эксперимент с красным цветом. Смотрите, здесь очень много оттенков красного. И изначально, если взять камерный JPEG, например, он будет вот с таким красным. Очень похожим, кстати, на ваш натюрморт. Такой выбитый чисто цифровой красный цвет без нюансов. Вот таким вот кадр получается уже после конвертации. Я надеюсь, что просто у вас чисто техническое какое-то произошло, технический какой-то сбой. С точки зрения именно натюрморта, с точки зрения смысла, ну, мне трудно что-то сказать про эту фотографию. Это всё-таки учебное задание. Дальше. Сюжет на тему каких-нибудь арабских волшебных ночей. Потому что одежда специфическая и позы я ей пыталась придать живые. Да, вот это очень интересный тоже кадр. Как раз для вас, господа, которые экспериментируют с предметной фотосъёмкой, с бутылками, со стаканами, с часами. Реально посмотрите, насколько разным может быть натюрморт. Вот этот кадр, это тоже натюрморт. Кстати, именно по цвету мне этот кадр очень нравится. Он интересен. То, что фон подсвечен разноцветными лампами, вот это очень интересный ход. Но другое дело, что поскольку это всё-таки одежда, может быть, ей стоило придать какие-то более осмысленные позы, что ли. То есть, пока что это скорее просто тряпки, которые висят в воздухе и даже не видно, что это за одежда. А если бы они как-то друг с другом взаимодействовали, я не знаю, пиджак бы хватал юбку своим рукавом, например, или что-то ещё. В общем, здесь поле большое для фантазии. По-моему, у того же Ильи Рошапа была какая-то серия работ. Что-то он снимал на какой-то новый смартфон. Ну, посмотрите, зайдите в блок Крошап. У него там среди последних публикаций это где-то было. Сюжета немножко здесь не хватает, но поскольку это скорее формальная композиция и работа с цветом, то, в принципе, прикольно. Но опять же, чисто технически, вот я вижу проблемы. Выбит здесь цвет до белого. Это раз, хотя это съёмка на слайд и вроде бы как должно быть всё мягче и пластичней. Это первый недостаток. Второй недостаток, поскольку вы снимаете на форматную камеру, то у вас здесь не хватило глубины резкости немножко. То есть, вот эта плоскость, даже здесь на небольшом кадре, там 2000 на 2000, это заметно. Вот эта часть у вас в резкости, дальше пошёл расфокус и вот это вот совсем в расфокусе. Если вы снимаете на кардан, то, в принципе, наклонить плоскость фокусировки можно немножко, так, чтобы верхнее платье тоже вошло в резкость. Я уверен на 100%, что у вас не было такой цели сделать вот это не резким, вот это резким, а вот это не резким. Именно осознанно, именно как технический и художественный приём. Нет, вот поэтому за этим нужно смотреть. Глубина резкости в предметной фотографии, она очень важна. Так, смотрим дальше. Следующий кадр. Ещё три натюрморта, снятных из реблат цифровой спинкой. Дело в том, чтобы выразить мистический сюрреализм. Да, интересная, кстати, задумка. Мистический сюрреализм. Белые штуки – это восковые отпечатки моих губ и кончиков пальцев. Вот эти штуки – это отпечатки губ. А вот это кончики пальцев. Интересная идея, в принципе, сама по себе, только мне не совсем понятно, это композиционно, но, видимо, у вас какая-то была сюжетная мысль, что-то между строчек здесь заложено, и какая-то более глобальная фабула, что вообще происходит в кадре. Или это какой-то ведьминский обряд. Или это какой-то, я не знаю, что там. Интересные объекты, очень интересные объекты, именно сюрреалистические. Но какого-то связующего общего сюжета, если честно, я в них не могу найти. Не знаю, не хочу думать за вас, не хочу за вас придумывать этот сюжет. Может быть, он у вас был заложен какой-то, и за этой картинкой сюжет есть, но я его не увидел. Вот извините, Анюта, извините, не увидел я сюжета. Чисто технически, если говорить о свете, мне не нравится здесь освещение. Может быть, стоило осветить этот натюрморт, эту композицию сбоку, а не сверху. Не знаю, потому что свет, падающий чисто сверху, он всегда выглядит несколько простовато, что ли. Вот чуть-чуть бы интригий. Вот, например, вот здесь у вас свет более скользящий слева, а там в других натюрмортах тоже классическая постановка света, тем более вот здесь вот свет от свечи. А здесь просто всё залито ровным светильником сверху. Не знаю, на мой взгляд, немножко простовато выглядит, тем более, что у вас насыщенные по смыслу объекты. Вот эти слепки пальцев и губ – это серьёзная смысловая деталь, которая заставляет задуматься, и при этом такой упрощённый опримитивленный свет. Вот с этим нужно было, мне кажется, немножко поработать. Так, читаем дальше. Очень нравятся зеркала. Здесь все внутри. Все три натюрморта. Своего рода небольшие эксперименты на тему восприятия. Кто что и как видит? Ну да, нет, мне нравится, что у вас есть своё видение предметов, то есть оно всегда необычное. Вот. С другой стороны, если у вас есть зеркало в кадре, то, мне кажется, его можно было ещё интереснее сделать. Может быть, какой-то отпечаток этих губ на самом зеркале оставить. Вот фиг знает. Но это уже, это уже мои мысли, не ваши. Так, дальше. Фотография сделана с форматной камерой спинкой. Калаш из двух фото. С одной прифотошопила дым к свече. Прикол, загадка, разгадка картинки в панде и общей абсурдности изображённого. Это речь идёт вот про вот эту вот картинку. Но смотрите, для меня лично здесь я долго пытался, если честно, изучить вот этот кадр и понять, в чём его загадка, разгадка и в чём вообще здесь сюжет. Ну да, можно выхватывать какие-то детали. Вот это пронзённое сердце на картах Таро. Ещё что-то, распятие, какую-то меховушку, которая здесь лежит. Вот панду, которая из уголка смотрит. И которую вы, кстати, попытались выделить резкостью. Но настолько много здесь деталей, не знаю, не могу я в вашу голову залезть и оттуда через вот эту картинку выцепить вашу идею. Вот. Какие здесь технические недостатки? Понимаете, я понял ваше техническое решение с глубиной резкости, потому что вы хотели прицелиться на панду. И вот это вот некоторая абсурдность фокусировки, потому что обычно в предметной съёмке фокус идёт на переднем плане исключительно. То есть, если передний план есть, есть такое правило. Если есть объекты на переднем плане, то они должны быть резкими изначально. Здесь у вас такая работа от противного. Наоборот, резкий задний план. В принципе, это интересно как художественное решение. Может быть, даже оно имеет право на жизнь. Но с точки зрения именно предметной съёмки, это всё-таки недостаток. И это немножко выносит мозг, и вносит мозг неприятно. Не заставляет о чём-то задумываться и искать какую-то идею, а просто делает неприятно. Потому что человеку привычно, по крайней мере европейцу, привычно рассматривать любое изображение, начиная с переднего плана, то есть, вот так и двигаясь к заднему. Соответственно, задний план он всегда воспринимается как вторичный, и поэтому, наверное, его стоило делать не резким, а передний план резким. Хотя, может быть, вот конкретно в данной работе, может быть, намного проще было бы просто снять её на форматную камеру 4 на 5 и завалить в плоскость фокусировки за счёт тилта, за счёт наклона, так, чтобы у вас просто весь стол был в резкости. Да, у художников же нет размытия фона, по большому счёту. Да, у них нет расфокуса. Они могут работать там широким или узким мазком и детализацией, но по большому счёту расфокусировать картинку они не могут. Соответственно, вам, наверное, нужно было тоже по такому же принципу пойти. Наклонить плоскость фокусировки и сделать всё резким. И тогда бы, вполне возможно, интрига бы работала более тонко и интересно. Сейчас у вас резкий задний план и панду видно сразу. Человек смотрит на этот кадр, ищет глазами резкость, её нету, 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 нету. О, панда! Классно! И обычно это происходит прям автоматически. Глаз сразу наводится на резкий объект. Ну и вот получается, что вот этот весь поиск, он немножко выносит мозг. Да, что касается свечки. Конечно, желание добавить дым над свечой, оно возникает практически у всех и практически всегда, когда снимаются натюрморт со свечкой. Но это типа красиво сам по себе, дым над свечой, классно. Но есть один маленький нюанс, очень смешной. У горящей свечи дыма быть не может. Свеча начинает дымить только, когда вы её гасите. Так, давайте двигаться дальше. Так, это тоже сделано на форматной кафе. Это пытается воссоздать классический фламандский натюрмортный свет. В композиции использованы предметы, которые по натюрмортной традиции наделены кучей смысла. Яблоки, хлеб, женская фигура, лица. Лица, которые не видно в качестве маленькой своеобразной шутки. На переднем плане не резкое яблоко. Да, вот он этот кадр. Очень классно, что вы пытаетесь экспериментировать и повторить классический натюрмортный свет, потому что это всё-таки традиция. И в будущем если вы будете делать какие-то натюрморты, так сказать, закосом под классику, под фламандцев, да и не только под фламандцев, то навыки такого освещения, они вам очень пригодятся. Всё классно. Единственное что, я не помню, говорил ли я об этом где-то ещё в блоге или нет, но на мой взгляд более естественным в натюрморте смотрится освещение слева. Вот так. Вот не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но мне кажется, что если мы картинку просто перевернём, я сейчас не говорю про композицию, композиция это что-то другое. Но если мы перевернём картинку, чтобы хотя бы посмотреть, как она будет выглядеть со светом слева, с левой стороны, мне кажется, что вот так освещение более естественно выглядит для глаза. Но это связано и со стереотипами, вполне возможно с тем, что мы читаем слева направо. Но, по крайней мере, в школах, да, нас учат всё время сидеть так, чтобы окно было у нас с левой стороны. Это связано с тем, что когда мы пишем, когда мы пишем ручкой, тень от руки не должна падать на лист бумаги, на котором мы пишем, это просто не очень удобно. И мы сами привыкаем с детства к тому, что свет всё время падает с левой стороны. И глазу намного проще такую картинку воспринимать, чем воспринимать вот такую картинку. Здесь уже какая-то начинается работа мозга. Не знаю, насколько это хорошо или плохо. Что касается женской фигуры, женского бюста. Вот фиг его знает. Пока я не прочитал ваш комментарий, честно сказать, я не понял, что это женский бюст. То есть, для меня это был какой-то постамент, на нём непонятно что. Может быть, стоило как-то более явно его повернуть или поставить чуть подальше. Вот ну хрен его знает. Но надкушенное яблоко. Не знаю, как это трактовать. Что вы закладывали в это? Маленькая своеобразная шутка. Ну, в принципе, ничего. Единственное, что опять же, мне вот не нравится, мне не нравится то, что оно не резкое. Понимаете, если вы вводите какой-то элемент, какую-то интригу, в фотографии не резкость не работает так, как в живописи работает малая детализация. Понимаете, здесь у вас в руках такой хороший инструмент в виде форматной камеры, которую вы можете управлять глубиной резкости, так как вам заблагорассудится, наклонить плоскость, взять в резкость любые объекты. Но в данном случае, мне кажется, яблоко стоило сделать резким. И что ещё, мне кажется, портит этот кадр очень сильно, это скатерть, которая видно, что она очень современная. Вот я вам покажу какой-нибудь свой натюрморт. Сейчас. Вот этот мой кадр. Смотрите, здесь нет никакого противоречия. И, кстати, даже здесь вот эта современная лампа керосинка, всё-таки она бросается в глаза. Хотя на ней нет особых явных признаков того, что она сделана в прошлом году в Китае, а всё остальное сделано 50 или 100 лет назад. Но всё равно бросается в глаза, что это навьё. Вот таких вот вещей, конечно, лучше избегать. Вот здесь, например, более цельная композиция. Здесь всё примерно соответствует эпохе. Зрительно здесь никакие предметы не выбиваются. Если мы вернёмся к вашему кадру, вот это скатит, конечно, очень здорово мозолит глаза. Вот это последнее, наверное, замечание по вашим работам. Но очень здорово, что вы сейчас проходите курс академического образования. Я думаю, что все вот эти вот детали, все эти нюансы, они у вас рано или поздно утилизируются, преобразуются, вы поймёте. Потому что это всё учебная работа. Как только вы начнёте заниматься серьёзными заказами или серьёзным творческим проектом, вы проработаете все эти нюансы. Но, Анюта, честное слово, насчёт грипп обратите внимание. Это очень-очень важный момент, особенно когда у вас в руках есть такой замечательный инструмент, как форматная камера, где вы можете управлять грипп совершенно свободно. Так, с Анютой закончим на сегодня. Червяков Сергей. Так, смотрим, что прислал Сергей. Давайте почитаем. Добрый день, Дмитрий Сергеевич, я из Минска заинтересовался предметной съёмкой недавно. Конкретно интересует стоковая фотография. Фотографирую пока для тренировки и понимания. Хорошо, понимание – это главное. Тренировка – это механический навык. Понимание главное. Так, кадры 01, 02, 04 делались при дневном освещении в обычной комнате с одной удалённой вспышкой. Фон гибкий, пластик снимок. Это вот этот, вот этот и вот этот. Раз, два и три. А вот этот кадр делался ночью на кухню. Свет только от подсветки, вытяжки и фонари. Камера Olympus MD-EM10. Да, кстати, очень радостно, что люди не сильно заморачиваются на техническом оборудовании. Вот мы видели кадры, которые делала Анюта Вяземски на форматную камеру на 5 дюйма слайд. А вот это всего лишь любительская, дважды кропнутая камера Olympus. В принципе, чисто технически никакого недостатка качества я здесь не вижу. Всё отлично. И цвет, и всё остальное хорошо. Но давайте вернёмся к тому, что пишет Сергей. Так, вопросов он не задаёт никаких конкретно. Смотрите, во-первых, я хочу сказать, что для понимания лучше даже не столько фотографировать, сколько просто изучать свет. В принципе, у вас по свету здесь всё без каких-то конкретных недостатков. Объём есть, всё есть. Единственное, что я бы изначально не стал стремиться к стоковой фотографии, потому что сама по себе, по жанру, стоковое фото само по себе, это фото без идей. Максимум там могут быть какие-то метафоры заложенные. Что-то очень общее. Очень общее. Личному, особенному, каким-то экспериментам в стоковой фотографии не место. Она предполагает очень типизированное, стереотипное освещение, стереотипные объекты. Иначе это просто всё не будет работать. Вот в чём проблема. Не будет продаваться. Давайте посмотрим на ваши фотографии. Ну, вот плохо, что вы не задаёте вопросов никаких конкретно. Хотя вам бы вопросы задавать не помешало бы. Значит, что касается фотографий на тёмном фоне. Стоковые фото такое продаётся плохо. Обычно в стоке нужны фотографии на белом. Я не говорю о том, что на чёрном вообще снимать нельзя. Это замечательно, что вы делаете такие фотографии. Но продаваться они будут намного хуже, чем вот такие. Дальше. Ну, в принципе, всё неплохо. Единственное, что вот в этом кадре я бы избегал такого плотного кадрирования. Чуть-чуть бы оставлял воздуха справа, слева, сверху, снизу. Вот в этом кадре я бы, опять же, не обрезал при кадрировании перец и помидор. Знаете почему? Вот понимание, хорошее понимание цели съёмки, пусть даже это сток, хорошее понимание цели съёмки, оно вам даст и понимание, какой должна быть ваша фотография. Что такое сток? Вот сидит редактор, например, у него есть статья. Ну, редактор, журналист, неважно, блогер даже. У него есть статья про готовку, про помидоры, про вред пестицидов каких-нибудь, ещё про что-нибудь, про повышение цен на перец, что угодно, неважно. Ему к этой статье нужно найти иллюстрацию. Он смотрит, вот фотография, а перец обрезанный. Ему всё нравится, всё хорошо, там по свету, всё нормально. Но перец обрезанный, значит, он эту фотографию уже не возьмёт. Потому что откадрировать фотографию любой человек, если он не совсем дебил, он может сам. В фотошопе этот инструмент самый простой и не требующий никаких специальных знаний. А вот дорисовать это у перца не получится. Поэтому всегда оставляйте большие поля. В том числе оставляйте запас для тени. Вот смотрите, у вас здесь тень от тарелки, она обрезанная. Это, в принципе, тоже большой недостаток. Если эту фотографию взять, например, и поставить на белый фон. Вот мы берём её и как бы ставим на более крупный белый фон. Ну, скажем, у вас статья, у человека статья. Вот что получается. Помимо того, что фотография обрезанная по сюжету, вот тенюшка здесь тоже обрезается. Если бы здесь был запас, это фото бы стало более органично. То есть представьте себе, что, например, я сейчас покажу примерно это. Как эта фотография должна была бы выглядеть, чтобы удачно встать в полосу при верстке. Не должно быть резкого края тени. То есть тень должна заканчиваться вот так. Вот смотрите, разница. Вот это ваш вариант. А вот так должно быть. То есть вы должны заложить поле, некоторое вокруг объектов, учитывая не только сами объекты, но и тень от них. Потому что если тень обрезается краем кадра, то картинку уже нормально в верстку не встанет. Понятно, да? Значит, вот это именно касательно стоковой фотографии. Ну вот про это фото, оно слишком утилитарное. Я говорил о том, что когда в фотографиях есть жизнь, это в принципе неплохо само по себе. Но это неплохо, когда у вас натюрморт. Если это стоковая фотография, то вот эта царапанная ложка видавшая виды, вот этот налёт ржавчины на раковине. Это всё очень сильно сужает сферу применения. Кстати, вот и тарелка там грязная. Сужает сферу применения фотографии. Вот попытайтесь мыслить с точки зрения того же редактора, куда эта фотография может пойти, в какую статью, о чём. Ну хорошо, тюльпаны можно куда-то применить. Помидоры тоже хорошо, при всех их недостатках, при всей обрезанности этой картинки, тоже её куда-то можно применить. Именно как цельную композицию. Хотя, опять же, лучше бы вы взяли и все эти помидорки отдельно бы сфотографировали с запасом на белом фоне тарелочку. Отдельно бы сфотографировали перчик на белом фоне. И эти бы фотографии, они бы у вас продались в стоке намного лучше. Вот эту раскладку, ну допустим, тоже куда-то какая-то такая тема японская, восточная. Хотя вот у вас элементы всё-таки не до конца связаны. Графинчик для саке. Пустая ваза, почему-то пустая. Хотя бы туда поставить какую-нибудь экибану, что ли. Не знаю, положить палочки китайские. Ну, не знаю. Ну, вот ни о чём. Но всё равно, как какая-то общая тема для стока, это, может быть, куда-то бы и проскочило. А вот эта фотография, куда её? Ну, вот старайтесь любую свою фотографию оценивать именно с точки зрения её утилитарного применения. Раз уж вы собрались в сток. Потому что сток – это чистая утилитарность. Там нет никакого творчества. Там нет ничего. Вот есть тема, про которую это фото? Хорошо, фото будет продаваться. Нет темы, которая можно притянуть к этой фотографии, и фото продаваться не будет. Кроме того, надо избегать вот такого вот контрастного яркого освещения. Потому что здесь лезут уши этого вашего фонарика светодиодного. Это прямо очень сильно заметно. И очень заметно, что вот этот цвет, он не имеет благородного рисунка. Что это просто лампочка, просто снята на кухне. Так, я думаю, что с Сергеем Червяковым мы на этом закончим. А дальше по сценде Доминик. Цель съемки для себя. Снята на радосе. В долине бабочек. Аппарат Lumix. Не обрабатывалась. Идея. Транкилити. Покой. Медитация. Вот про эту фотографию. Скорее всего, не предметная фотография в обычном понимании. Никаких лайтбоксов. Чистое везение. Единственный вопрос мы на потом оставим. На потом. Ну, конечно, назвать это натюрмортом можно. Но это скорее жанровая фотография, жанровое фото. Потому что у вас здесь всё случилось по воле судьбы. И крабиковые потом обнаружили случайно уже после съемки вот этого вот. Не знаю, очень трудно что-то сказать про этот кадр. Потому что он абсолютно бесцельный. Ничего особо, никакого смысла в себя особо не несёт. Вопрос. Единственный вопрос в подметной фотографии. Ваше мнение об этом снимке. Эмоциональное впечатление, технический разбор. Ну, эмоциональное впечатление... Честно сказать, он у меня никакого не вызывает особого эмоционального впечатления. Констатация листика, плывущего по воде над каким-то заливом, где ракушки и крабик там сидит. То есть, сюжета нет. Метафоры никакой конкретной я здесь тоже не вижу. К чему? Что? Зачем? Ну, этот кадр не совсем понятно. Доминик, не обижайтесь, но вот реально ничего про этот кадр я вам сказать не могу. Технически нет никаких недостатков. Всё резко, ничего не выбито. Не знаю, может быть стоило... Нет, в принципе он интересен по освещению. Вот эти солнечные блики, которые легли через воду. Вот эти пятна световые. Это в принципе неплохо. Может быть стоило как-то... Не знаю, в ЧБ что ли это обработать. Тут трудно сказать. Во всяком случае, обработка, мне кажется, этот кадр бы сделала интереснее. Вот, например, контраст не помешал бы. И кадр бы сразу перестал быть плоским. И в ЧБ он в принципе неплохо смотрится. Намного лучше, чем в цвете. Потому что цветовых деталей здесь интересных у вас нет. По крайней мере до обработки их нет. В любом случае, поиграйтесь с контрастом. Попробуйте чуть-чуть ухолодить баланс белого. Вот смотрите, мы чуть-чуть охлаждаем картинку. Даже банальными кривыми RGB. И уже начинает проявляться какой-то интерес. Разнообразие цвета. Смотрите, у нас появляются блики от неба. Интересные, голубые. Какие-то цветовые контрасты появляются. Хотя, опять же повторю, что какого-то глубокого смысла в этой фотографии я, честно сказать, не увидел. Но технически обработка ей, конечно, требуется. Так, поедем дальше. Павел Исаев. Что пишет Павел? Вот здесь у нас интересный разбор будет. Нахожусь в начале пути по освоению стоковой предметной фотографии. Особый интерес питаю к предметной макрофотографии. Я любитель неспешной съёмки. Да, я тоже в предметку пришёл из-за своей любви к её неторопливости. Что можно спокойно посидеть за столом, подвигать свет, попереставлять композицию. Это очень хорошая практика, на самом деле. И такая дзен-медитация. Она, конечно, сильно утомляет. Потом с больной спиной ложишься спать. Но вдумчивый подход это развивает. Так, художественных талантов Господь мне, к сожалению, не дал. Ну, Павел, вот, увы, пока что по вашим фотографиям видно, да, что художественных талантов у них нет. Но вы уже пытаетесь как-то более-менее осмысленно выстраивать композицию. Но не ограничивайте себя, не загоняйте себя сразу в какие-то рамки. Путь по освоению стоковой фотографии. Я уже про стоковую фотографию говорил. И буду говорить очень много. Что это не то, ради чего стоит развиваться. То есть, это этап, который можно пройти, который даст вам понимание каких-то технических моментов. Как снять на белом фоне. Как получить идеальные тени. Как осветить изделие так, чтобы оно сохраняло объём, но при этом было всё видно. Как положить предметы в грипп. Или наоборот, отрегулировать глубину резкости до нужного творческого решения, да, или технического. Как отретушировать фотографии. Это всё понятно. Но стоковая фотография – это не то, что нужно ставить целью в конце пути. Это скорее переходный этап, который вы должны пройти и двигаться дальше уже в сторону каких-то творческих проектов. Я вас уверяю, что художественные таланты, они разовьются, проявятся. Вы увидите, экспериментируя со светом, например, что у вас получается в какой-то момент начнут получаться вполне художественные и интересные кадры. Павел, не загоняйте себя в рамки, честное слово. Как только вы себя вобьёте в этот коридорчик, вы из него больше никуда не выйдете. Просто отрубаете себе все пути, побочные ветки, которые могут быть намного интереснее основного направления. Пробую выйти на приемлемый для коммерческого предметчика уровень и заякориться в своём хобби. В идеале перейти на full-time freelance. Ну, Павел, зачем вам это? Вот серьёзно, предметка, которую вы сейчас снимаете, которую вы показали, вот эта вот стоковая сермяга или каталожка, во-первых, она плохо оплачивается. То есть, она хорошо оплачивается только тогда, когда у вас совершенно сумасшедшие объёмы. Вот я начинал работу со съёмки тысяч изделий. Это была обувь для компании Иконика. Там каждый сезон снималось одна или две тысячи ботинков, сапог и так далее. Это было дико скучно, никакого развития там не было. Потом это всё ещё приходилось обтравливать. Зачем вам этот full-time freelance? Непонятно. И по деньгам это не бог весь что не думайте, тем более сейчас в кризис. Все стараются сделать как можно дешевле и при этом своими силами, благо, как я уже в блоге описал, могли удостовериться. Такого рода предметку можно снимать даже на айфон. Так, дальше читаем. Все знания предметки через периодических изданий, в большей массе интернет-ресурсов, блогов и все остальное сделаны с тремя импульсными источниками света. Вот, Павел, нахрена вам столько источников света здесь? Вам на самом деле, для тех, кто занимается предметкой, стоковой именно предметкой и каталожкой, при всей моей ненависти вообще лютой к лайтбоксу, вот именно лайтбокс бы решил проблему. Нахрена здесь ставить три софтбокса, три источника, если все это можно вообще с легкостью положить в большой лайткуб, лайтбокс, и там все сняется абсолютно с тем же результатом. Просто у вас здесь довольно плоский кадр, видно все. Ну и что дальше? Так, схема из других вариаций для меня затруднительная. Снимаю в комнате квартиры. Вот, правильно, как раз в квартире проще намного поставить именно для стоковой фотографии, поставить лайтбокс, он меньше места займет, чем моноблоки с софтбоксами с довольно большими, там 100 на 100, вот вы пишете у вас, 100 на 140, это очень здоровые источники, нафиг они нужны? Лайткуб у вас тоже самое абсолютно даст. Снимаю практически все свои картинки с последующей сборкой стека для получения требованного результата по двум причинам. Снимаемый предмет весь должен попасть в резкости. Ну все правильно, да. У меня нет тилдшифт объектива пока, карданов я пока даже не планировал приобретать. Ну все правильно, без стекингов предметки на самом деле не обойтись. Особенно когда нужен вот такого рода кадр протяженный в плоскости и нужно все получить резким. Конечно, кроме стекинга и наклона плоскости фокусировки тилдшифт объективом, других решений здесь нет и быть не может. И вот кстати даже здесь вам такое ощущение, что немного не хватило даже стекинга. Давайте почитаем ваш вопрос. Фотографии не очень интересные, мне особо про них нечего сказать или посоветовать. Можно ли снимать вертикальные стеки тилдшифт объективом с заваленный горизонтально грипп? При том, что объект в сюжете довольно высокий, но протяженный. А, ну то есть вот если бы у вас был вот такой кадр с печеньками на плоскости, но только эти печеньки были бы типа как гамбургер, высокие еще. То есть вы снимаете на тилдшифт, заваливаете плоскость, но эта плоскость довольно тонкая тоже получается. И вам ее нужно нарастить по высоте. Да почему нет? То же самое, точно так же тилдшифт объектив, он отличается от обычного объектива только тем, что просто у него плоскость можно завалить. И эта плоскость точно так же при перефокусировке будет подниматься как слоеный пирог. Вот так вот. Один слой на другим. И вы эти слои совместите с помощью такой же склейки. Никаких проблем с этим нет. Но, значит, смотрите. Вы хотите набить портфолио для стоков. Здесь вопрос, насколько вообще оправдан стекинг. Потому что гемора с ним много. Вы получите, конечно, идеально резкую картинку. Но, в принципе, практически то же самое можно получить стилдшифт объективом, сильно-сильно зажав диафрагму. Там до 22-х, до 26-ти. И при размере фотографий 2,5 тысячи на 2,5 тысячи или даже 3 на 3 тысячи. Вот в районе того, в районе 8-10 мегапикселей. Чего для стоков обычно более чем достаточно. Вы не увидите преимуществ стекинга над простой съемкой тилдшифтом, просто зажав диафрагму. Там до пупения, до 26-ти, например. Ну, съест у вас дифракция немного резкости. Но это не настолько страшно. Не бойтесь этого. Я снимал ювелирку, которая потом печаталась очень крупно. Могу даже показать. Вот эта ювелирка печаталась на довольно крупный формат. Порядка метра в высоту. И снято это на обычный тилдшифт объектив. На диафрагме 22 или 26. Наверное, даже 26, потому что изделие крупное. Ну, конечно, эта картинка не идеальная чисто технически. То есть, если бы здесь был стекинг, она была бы резче и детальнее. Особенно, что это касается отражения. Но, факт есть факт. Никаких особых проблем при печати этой фотографии на большой формат. При том, что я не пользовался здесь стекингом. Никаких особых проблем я не испытывал. Вот, пожалуйста. Вот здесь тилдшифт, наклонённый по плоскости кольца. Вот этой вот части. Работа принята. Работа печаталась довольно крупно, по-моему, для оформления выставочного стенда. Вот, опять же, тоже очень крупный объект. Вот это вообще снималось без тилдшифта. Ну, вы понимаете, о чём я говорю. То есть, в принципе, 90% всех задач можно без стекинга решить совершенно спокойно. Вот вам прямое тому доказательство. Конечно, если нужно сделать идеальный кадр, который бы был резким от начала и до конца, и который можно было бы растянуть на плакат 3х6, например, для наружной рекламы, и рассматривать его при этом вплотную, вот буквально подойти вот так вот на расстояние полуметра и увидеть там какие-то мелкие детали, то, конечно, здесь нужно снимать со стекингом. Но для того, чтобы набить портфолио для стоков, это совершенно не нужно. Ну, закончим с Павлом Исаевым. Дальше. Александр Аксёнов. Александр Аксёнов снимает стекло. Так, значит, добрый день. Зовёт Александр, город Новосибирск. Занимаюсь предметной фотосъёмкой для каталогов и сайтов. Вот жалко, Александр, что вы больше ничего кроме посуды не прислали. Было бы очень интересно посмотреть, что ещё у вас есть за работы. И какое у вас вообще понимание света, помимо вот этого конкретного жанра съёмки стекла. Столкнуться с нехваткой знаний для предметной фотосъёмки прозрачных предметов. Вот вы, кстати, очень правильно сами написали и сами себе на вопросы ответили. Вы столкнулись с нехваткой знаний. Не опыта, а именно знаний о том, как преломляется свет в разных средах. Что это вообще такое преломление и как это работает? В наличии два импульсных источника, два соутбокса и лайткуб. Ну, лайткуб можно сразу спрятать куда-нибудь на антресоле и оставить для какой-нибудь работы 100 изделий за час. В данном случае у вас два соутбокса. Хорошо, прозрачность предмета не могу передать. Подскажите, как можно это сделать на стадии фотографирования или это достигается на стадии постобработки. Сейчас мы посмотрим, клиент хочет как. Откроем то, что хочет клиент. Вот, кстати сказать, тот частый случай, когда клиент показывает не лучший вариант фотосъёмки. Он показывает это как пример, хотя на самом деле вот эти фотографии, они не очень интересные. Я объясню вам почему. Смотрите, объём передаётся неважнецки на этих кадрах. Здесь видно в основном только контур предмета, а фактуры какой-то его нету. И очень заметно, что фон здесь обтравленный, а внутри самих изделий вот эта серятина. Мне это, честно сказать, не нравится. То есть, возникает такое ощущение, что изделия изготовлены из серого стекла, дымчатого. Хотя на самом деле они абсолютно прозрачные. Это вот как раз вопрос ещё и обработки. То, что вы спрашиваете, чем это достигается, съёмкой или обработкой. И съёмкой, и обработкой. И об этом я скажу ещё не раз. Не бывает предметной фотосъёмки без обработки. Я бы даже называл скорее этот жанр не предметной фотосъёмкой, а предметной фотообработкой. Значит, ну хорошо, клиент хочет, он может хотеть всё, что угодно. Чтобы тарелка выглядела прозрачной и с рельефом, а не пластиковой. Ну вот, да. Да, у вас здесь действительно есть иллюзия того, что это не прозрачное стекло, а пластиковая или даже картонная тарелка из набора одноразовой посуды. Не сочтите за наглость. Хотел бы спросить об оснащении студии, что стоит докупить, работая с предметкой. Так, ну сейчас мы с вами разберёмся, Александр. Смотрите, значит вам нужно покрутить вот эти изделия в руках и не только эти, а вообще разное стекло, разные предметы с разной фактурой, из разного материала. И понять для себя, уяснить, что такое преломление, как свет работает на стыке разных сред. Вот у нас здесь стык двух сред. Одна среда это воздух, вторая среда это стекло. Вот вам нужно понять, каким образом чисто по физике падающий свет, достигающий поверхности стекла, как он потом куда, он потом отклоняется. Туда. Туда. Что с ним становится? Какие эффекты этому сопутствуют? Может быть в идеале почитать книжку по физике, по оптике. Это никому ещё не вредило. К сожалению, вот сейчас моя книга «Как работает цвет» стоит на паузе. Я очень часто про неё вспоминаю и думаю, как же, как же, как же вот бы это всё закончить поскорее. Но работа очень большая, очень много иллюстраций нужно рисовать. И хочется, чтобы это всё было сделано качественно, потому что по тексту книжка практически готова там на 85-90 процентов, наверное, все. А картинок практически нет. Это всё требует приложения усилий. А сейчас я занимаюсь немножко другими вещами. Но вы меня поняли. То есть, нужно покрутить в руках разные изделия и понаблюдать за тем, как работает свет. Вот я своим ученикам очень часто даю задания, чтобы они брали какие-то предметы, сделанные из разных веществ, из разных материалов. И смотрели, и может быть, куда-то записывали себе даже, помечали, зарисовывали. Если умеешь рисовать, это вдвойне хорошо. А те принципы, те характерные особенности, как свет ложится на разные поверхности. Вот что у вас здесь не так? У вас, наверное, вот этот предмет был изначально снят на сереньком фоне. Ну, скорее всего. Потому что видно, вы потом обработкой вот этот белый цвет выбили до белого. То есть, заказчик-то хочет, чтобы фончик был белым. Но обратите внимание, что при всех недостатках вот этой его съёмки, со всей вот этой серятиной, фон-то белый. Но внутри изделия сохранён некоторый оттенок, а у вас полностью выбито стекло. Но стекло не может быть полностью прозрачным. У этого материала есть свой коэффициент светопропускания. И это далеко не 100%, и не 99%. Там стекло может пропускать, я не знаю сколько процентов, 70 света. Всё остальное поглощается, рассеивается и так далее и тому подобное. А у вас получается, что вот оно через стекло сколько прошло, сколько вошло, столько и вышло. Такого не бывает. Из-за этого вы поймите, что мозг ваш, сознательное мышление ваше, физику знает и помнит плохо, может быть. А подсознание фальшь и какие-то неправильности определяют очень хорошо. Именно за счёт этого можно с лёгкостью отличить 3D визуализацию от фотографий. Там, где эта 3D визуализация не полностью повторяет все физические законы. Вам нужно, во-первых, отказаться от того, чтобы полностью выбивать картинку кривыми или уровнями в белый цвет вместе с объектом. То есть, так или иначе вам придётся делать обтравку. Без этого никуда не деться, чтобы цвет стекла некий присутствовал. Вот здесь, внутри стакана, не должно быть белого, должно быть серенькое. Пусть не настолько серый, как на сайте. Не настолько серый, здесь, мне кажется, они слегка переборщили. Но вместе с тем, всё-таки некая плотность этого материала, она должна быть. Вот я сейчас элементарно возьму, выделю лассо и применю к нему кривульну. Чуть-чуть, самую малость я затемню. Вот смотрите, уже появился какой-то объём. Понимаете, о чём я говорю? Вот, уже это не выглядит плоским. Вот смотрите, до и после. Уже сразу понятно, что это стекло, а не проволочная рамка. Вот сейчас у вас это всё выглядит, как проволочная рамочка. А вот здесь пустота. Там не пустота, там стекло, которое имеет определённый коэффициент светопропускания. Вот, соответственно, нужно при обработке, если вам нужно выбелить фон, нужно обтравливать, конечно, изделие. Вот, и в идеале, в качестве фона нужно использовать не равномерно освещенную поверхность, а градиент, пятно, пятно света. А как это будет выглядеть при съёмке, да, я покажу вам здесь же. Вот, по идее, фон у вас за изделием должен выглядеть вот так. Может быть, чуть-чуть посветлее, не настолько. Потом вы его обтравите. Но, смотрите, он у вас даст, он у вас даст некоторое ощущение объёма. Вот представьте себе, что дальше у вас, то есть как мы это достигли, да? Мы просто осветили фон градиентом. Дальше вы берёте всю эту фотографию и обтравливаете её. Ну, я сейчас грубо показываю, очень грубо. Ну, можно немножко поправить кривыми, но аккуратно. Вот, смотрите, это я уже на стадии обработки сделал. По идее, вы всё это должны делать на стадии съёмки. Ну, здесь у нас темновато, внизу получилось, это всё издержки. Но давайте посмотрим на исходный кадр. Вот, что было у вас. И вот, что сделал я обработкой. Вот, смотрите, насколько объёмней вот это выглядит. Ну, серую ножку, не обращайте на неё внимания. Это всё и в конце концов и на обработке я могу убрать. Итак, важно. Вот. Ну, за счёт чего это получилось? Это получилось за счёт того, что у нас фон был с градиентом. Любой градиент, он добавляет объёмы. Почему? Объясняю. Вот, смотрите, у меня стилус в руках. И за счёт чего глаз видит объём? За счёт того, что вот этот стилус не плоский, а в виде цилиндра. За счёт того, что у вас вот здесь есть плавный переход света. От светлого к тёмному и опять к светлому. Да? Вот эти вот градиенты, любой градиент, он сам по себе для нашего мозга обозначает присутствие объёма. Значит, в качестве примера я вам покажу конкретно кадр свой. Очень старый, не воспринимайте его как… У этого снимка есть куча недостатков, но он хорошо показывает принцип работы с освещением. То есть, вы можете либо поставить однородный фон и осветить его с помощью тубуса. Обычно это делается. Или тубус, или сотый. Или тубус с сотами вместе. Осветить его вот таким пятном. Причём, вы можете это сделать как со стороны изделия, так и с обратной стороны, если вы используете какой-нибудь молочно-белый пластик. Да? Значит, если у вас нет такого оборудования, насадок, тубуса, сот и так далее, вы можете просто пойти к другу, у которого есть струйный или лазерный принтер. Вот это до смешного доходит, но вы берёте, просто рисуете в фотошопе нужное пятно по форме изделия. Там это может быть овальный градиент, это может быть круглый градиент. Печатаете его на белой бумаге, просто-напросто. На чёрно-белом принтере даже можно на лазернике напечатать. И всё. И подсвечиваете либо с обратной стороны, либо с внешней стороны. У вас получается ровный градиент, нужные вам формы. Идеальные практически. Вот этот кадр сделан именно так. Я взял переход из белого в синий. И просто-напросто напечатал на струйнике и подсветил. Всё. Получил объёмный кадр. Дальше уже дело ваше. Вы обтравливаете, не обтравливаете. Это зависит конкретно от целей съёмки. Об оснащении студии, что стоит докупить, работая с предметкой. У вас пока что два импульсных источника. Да, в принципе, Александр, двух источников для предметки, на мой взгляд, для начала, да и для большинства коммерческих заказов это более чем достаточно. Я вам скажу честно, 90% всех заказов, которые я сделал, были сняты с одним-единственным источником света и отражателями. Со стеклом, конечно, задача может быть сложнее. Кстати, вот почему вот этот кадр и вот этот кадр смотрятся сживо, рельефно и контрастно и выглядят как стекло. А вот этот кадр смотрится как пластик. Потому что помимо фактуры поверхности, фактуры материала на просвет, есть еще такое понятие как качество поверхности на отражении. И вот здесь вот у вас, например, конкретно вот в этом месте, есть рельеф на поверхности, который дает понять, что эта поверхность глянцевая, зеркальная практически. А в этой тарелке у вас нет ни одного рефлекса. Вот, на мой взгляд, можно было бы поставить еще один дополнительный источник, если есть такая возможность, который бы создал вот такие вот какие-то рефлексики у вас. Именно для того, чтобы, ну и здесь вот, соответственно, тоже у вас появился рефлекс какой-то. Здесь, здесь, я сейчас грубо очень рисую. Вот, но, по крайней мере, было бы понятно и вполне может быть даже какой-нибудь вот такой вот рефлекс. Вполне может быть. Сейчас я вам покажу, как это должно было бы выглядеть. Потому что, когда вы снимаете любой объект, нужно думать о том, чтобы передать свойства его поверхности. Вот, что-нибудь такое, ну не знаю. Я сейчас очень грубо это показываю, но вы должны понять, о чем речь. Вот. А из исходного кадра не видно, что это блестящий материал. Кажется, что это бумага или картон, потому что нет вот этих вот всех рефлексов. Поэтому об этом тоже подумайте. Раз вы спрашиваете, какое еще оборудование докупить в студию, если вам не хватает источников света, чтобы добавить рефлексы, значит, нужно еще купить один источник света. Ну или попробуйте экспериментировать с отражателями. Да, кстати, совсем забыл сказать, что еще качество фотографий, именно при работе с такими материалами, как стекло, металл и так далее, очень зависит от того, насколько качественные сами по себе эти изделия. Вот у вас видно, что вот эти вот предметы, при всем том, что обработаны и сняты они не очень хорошо, но это дешевое стекло, это не хрусталь. Это довольно дешевое стеклянное литье. И вы сравните это с теми изделиями, которые представлены на сайте. Это более качественное стекло, более дорогое, более качественное. Вот, пожалуйста, это изделие стоит 7 тысяч. Я очень сомневаюсь, что вот этот бокал или тарелочка стоят хотя бы тысячи две. Вопрос качества материала, качества изготовления, это очень важно. И невозможно получить из говна конфетку. Опять же, преломление света и частота этого преломления зависит очень сильно от качества изготовления предмета и от качества материала, из которого он сделан. Это очень часто встречается в ювелирке, когда заказчик показывает в качестве образца эксклюзивные фотографии изделий очень качественных, гладких, которые сами по себе не имеют особых недостатков и практически не требуют ретуши, а приносят на съёмку какую-то, скажем так, тиражированную штамповку серийную, которая сама по себе не может иметь того же качества, что и эксклюзивно сделанный предмет. А заказчик хочет, чтобы эта штамповка выглядела как эксклюзив. Вот иногда это невозможно или приходится при обработке полностью практически отрисовывать изделие целиком. И это, конечно, цена работы над фотографией будет значительно превышать стоимость самого изделия. Надеюсь, хоть чем-то вам помог Александр в вашей нелёгкой работе. Попробуйте следовать моим советам. Надеюсь, что-нибудь получится у вас. Закончили мы со стеклом. И переходим к Александру Романову Вячеславовичу. Но, Роман Вячеславович, по-моему, вы слегка лукавите. Мы с вами общались до этого. Мы не будем раскрывать наши маленькие секреты. Да, посмотрим на ваши работы и посмотрим, что вы пишете. Спасибо за возможность. До свидания, пожалуйста. Каталожная съёмка. Так, сразу вопрос по съёмке часов айфоном. По рефлексам с правой стороны часов. Это вот речь идёт про вот этот кадр. Рефлекс с правой стороны часов. Для рефлексов какой материал использовали? Серебрянку очень красиво получилось. Спасибо, Роман. Да, как и в 99% всей предметной съёмки блестящих металлических поверхностей и в качестве отражателей я использую серебристую бумагу, которая, будучи свёрнутая в цилиндр с лёгкостью и с копеечными затратами, даёт красивые гладкие рефлексы. Кто-то для этих целей использует листы молочного пластика, направляет в них источники света, на просвет создаёт какие-то пятна градиентов. Это сложно, на мой взгляд, и неоправданно сложно управлять такими пятнами. На мой взгляд, намного проще взять серебристую бумагу, но подчеркну, не фольгу, не зеркальную, а именно серебристую, как вот металлик, машина металлик матовую. И сворачиваю её в цилиндр нужного радиуса, вот на чём показать. Вот покажу. Вы берёте серебристую и вот так её сворачиваете. И вот этот градиент, который получается, он даёт, соответственно, отражение в изделии в виде вот такого градиента. Это моё, можно сказать, ноу-хау. Ему я в своё время обучал людей за деньги. Вам ли не знать, Роман? Но, в принципе, ничего в этом такого нет. Это всё равно, чтобы патентовать дверную ручку. Да, это очевидно, что в качестве отражателя нужно использовать такой материал. Дальше. По вашим работам. Сейчас пройдусь, пройдусь. Пройдусь, не жалея вообще никого. У вас, да, у вас такая, конечно, тяжёлая работа, очень много ювелирки. Вот ещё появились часы. Часы – это вообще мой конёк. Я с них начинал предметную съёмку. Можно сказать, если умеешь снимать часы, то можешь снять вообще всё, что угодно. Итак, посмотрим, какой у нас прогресс за два года. Два года, наверное, уже прошло, да, с нашей первой встречей с вами. Ну, смотрите, по свету, в принципе, уже более-менее что-то получается нормальное. Объём есть. Всё хорошо. Рефлексы, контрасты. Всё отлично. И градиенты даже. Нормально. Но вот чисто технически, Роман, никуда от этого вам не уйти. И никому, кто занимается предметкой, особенно ювелиркой, мелким вот этим вот мелочью. Макро, часами и так далее. Очень трудный момент. Пути здесь два. Я сейчас говорю про ретушь. Вот смотрите, у вас всё ещё много неровностей, много мусора в кадре, в рефлексах. Вот смотрите, на поверхности сколько здесь всякого мусора. Сколько лишних форм в рефлексах. Сами по себе контуры изделия неровные. Да, вот здесь вот какие-то неровности есть. Вы поймите, что в какой-то каталожке, которая будет на сайте, и сама картиночка будет не крупнее вот этих превьюшек, которые у меня на экране, это допустимо. Но если вы делаете фотографии, которые будут смотреть хотя бы в размере 1000 на 1000, как вы мне прислали, то там всё это очень сильно заметно. Все неровности и недостаток ретуши. Сейчас у нас всего два пути для решения этой проблемы. Первый путь это использовать 3D. И в принципе во многих случаях это оправдано, если заказчик сам придумывает свои изделия и их изготавливает массово, то ему намного проще заплатить один раз 500-600 долларов опытному 3D-шнику, который в принципе за день-полтора сделает качественную 3D-модель. А я вам скажу, как человек, который 3D сейчас занимается и восстанавливает свои навыки, что вот даже вот такое, даже вот такое изделие, и тем более часы, которые состоят из довольно простых геометрических форм, в 3D сделать модель не так сложно. Да и текстур здесь особых не нужно. А для ювелирки есть особое приложение, специальные плагины к тому же редактору Рина, в которых прям заготовки есть для колец, заготовки бриллиантов. Там всё можно практически автоматически делать, многие вещи. Вот такую вот обсыпуху мелкими бриллиантиками. И в большинстве ситуаций, не знаю, почему до сих пор это не настолько популярно, но намного проще один раз заплатить 500-600 долларов, примерно столько стоит эта работа, 3D-шнику, получить качественную 3D-модель и дальше. Смотрите, вы её в любом ракурсе, с любым освещением, с любыми текстурами, как угодно, с бесконечной глубиной резкости, без таких недостатков, как нехватка, грипп, дифракция и так далее, без мусора, с идеальной поверхностью, вы её рендерите. Вот сейчас столько инструментов интересных есть для работы с 3D, огромное количество, в том числе всякие интерактивные освещения. И это виртуальная студия, в которой вы берёте, у вас есть зонтик, например, и вы хотите с помощью этого зонтика создать рефлекс в нужной точке. Вот здесь, например, вы его берёте и вот сюда ставите, или вот сюда, или вот сюда. Понимаете, 3D сейчас настолько хорошо развито само по себе, или вот софтбокс, например, что вы интерактивно можете сделать всё, что угодно. И просчёт на хорошем мощном компьютере сейчас происходит достаточно быстро. В любом ракурсе, вообще в любой обстановке совершенно вы получаете картинку без недостатков, не требующую ретуши. Вот. Это вот один путь, который на самом деле очень перспективный. Именно поэтому я сейчас активно восстанавливаю свои навыки 3D, моделирования и всего остального. Но, если у вас 3D нет, а есть готовые изделия и никаких вариантов нет, чтобы получить их идеальными, то нужно вылизывать ретушью. Это без вариантов. Поймите, вот ваш главный инструмент. Как я уже говорил, предметная фотообработка. То есть, съёмка, рефлексы – это только полдела. А дальше начинается ретушь, вычистка. Вы хотите плагинами, хотите вручную. На самом деле, 90% времени, которое я провожу и проводил во время обработки вот таких фотографий, уходит на банальную работу вот кисточкой и руками. Не фильтры какие-то, не плагины, ничего. А просто кисточкой по маске проявляешь что-то, рисуешь рефлексы, выравниваешь, ликвифай. Вот смотрите, да? Вот здесь вот чуть-чуть рефлекс один поликвифить. Форму немножко подправить. Вот здесь вот эту мятость, зажёванность выправить. Вот здесь какой-нибудь, не знаю, может быть, блик, мазнуть кисточкой. Вот этот вот чёрный просвет, может быть, и расширить наоборот нужно. То есть, не хватает именно обработки. И изделия, на мой взгляд, выглядят слегка перешаркленными, переконтращенными. Немного не хватает пластичности. Вот здесь вот то же самое. Вот в таких местах надо избегать, конечно, чёрных, отдельных чёрных рефлексов. Они выглядят как непонятная деталь. То есть, не видно, что это рефлекс. Если бы у нас граница рефлекса проходила, скажем так, посередине надписи. Сейчас я покажу в качестве примера свою работу. Какую-нибудь. Ну, хорошо, пусть это будет, не знаю, нет у меня похожей формы. Ну, хорошо, пусть будут вот эти вот серёжки. Смотрите, у нас, в принципе, практически тот же элемент. Вот у меня и у вас. Но у вас вот здесь вот эта чёрная штучка, она выглядит непонятно. То есть, непонятно, что это рефлекс или отверстие, или что. А у меня здесь рефлекс занимает практически половину вот этой поверхности. И как раз именно из-за этого понятно, что здесь именно рефлекс, а не какой-то провал. Понимаете? То есть, если вы делаете, если у вас есть некие чёрные рефлексы, или белый рефлекс, неважно. Он должен занимать выраженную часть площади объекта. Вот смотрите, здесь тоже идёт вот эта вот полоска разделения на светлое и тёмное. Светлое занимает примерно половину вот этого цилиндра. И тёмное занимает примерно половину цилиндра. А у вас получилось такое вкрапление, маленькая чёрная точка. Вот этого надо избегать тоже. И вот здесь тот же самый момент. Вот этот маленький чёрный рефлексик просвета между двумя софтбоксами, насколько я понимаю. Или между отражателем и фоном, или отражателем софтбоксом. Его надо или расширять куда-то, или вообще полностью замазать. Чтобы это не выглядело как какая-то трещина, какой-то провал. Опять же, контраст в бриллиантах, они выглядят выбитыми. Я понимаю, что вы хотели, чтобы они блестели. Но поймите, преломление работает не так. И не за счёт чистого контраста. Вот если мы возьмём, опять же, бриллианты. Вот смотрите, сколько тональных деталей здесь есть. Множество оттенков. Посветлее, потемнее. Чёрный совсем. Белый. Вот это разнообразие оттенков в гранях. Я сейчас не говорю про цвет, я говорю про тон. От белого и до серого. До чёрного, вернее. А у вас получается, что в бриллиантах только два цвета. Белый и серый. Вот у вас. Белый, серый, белый, серый, белый, серый. Поэтому они выглядят плоско. И, кстати, на креплении бриллиантов то же самое. Так, дальше смотрим часы. Часы у меня это больная тема, конечно. Но не в том смысле, что больная. В том смысле, что я их люблю снимать. Снимал очень много. И умею это делать. Конечно, здесь нужна ретушь. Всё. Никаких мятостей, зажёванностей, неровных рефлексов. А зерна, которые где-то подавлено, где-то вытащено шарпом, такого быть не должно. Шарпить надо очень аккуратно по масочке. Шумодавить тоже очень аккуратно по масочке. Вот здесь вот у вас очень заметно, что вы заретушировали какой-то волосок. Скорее всего, вот он ещё остался. А фактура под ним ушла. Вот для этого ведь есть в фотошопе, во-первых, клоун стемп. Обычный штампик, который фактуру не убивает. С ним тоже нужен опыт какой-то работы. Но он не убивает фактуру. Вот смотрите, я сейчас нарисую кисточкой тот же самый волосок. Сымитирую. Вот у нас волосок. Во-первых, есть инструмент, который называется Spot Healing Brush. Он, в принципе, неплохо работает. Вот мы ведём чётко по волоску. Если у нас включена галочка Content-Evr, он аккуратно заполняет это всё пространство окружающей текстурой. А у вас вот здесь текстурка потерялась. Как и во многих других участках, кстати сказать. Вот здесь вот тоже вы что-то замазывали. Не знаю уж, как нужно было это замазывать, чтобы получилась вот такая вот плоскость оттенка. Но вот серьёзно, поизучайте инструменты фотошопа. Это в конце концов можно сделать и патч-тулом. Вот я беру вот эту стрелочку и выделяю её и закрашиваю. Не идеально, но всё равно лучше, чем получилось у вас. Это нужно делать очень аккуратно. Потом вся вот эта вот пыль у меня очень часто спрашивают. Дмитрий, как у вас получается, что ваши картинки выглядят настолько идеальными, классными, прям вот лаковыми? Я пытаюсь объяснить, как это сделать, а люди не понимают, что нужно вылизывать всё до мелочей. Вот смотрите, если вот эти вот часы, вот эту картинку, которая у меня как знаковая идёт в моём портфолио, вот вы её будете рассматривать в 100%, вы у неё не найдёте ни одной пылиночки, ни одной неровности. Все рефлексы выровнены, все мелкие какие-то штуки убраны, всё отликвифаяно, все градиенты выровнены. Вот это именно причина того, что вот эта картинка смотрится почти как 3D. То есть, эксклюзивное качество, практически идеальная передача объекта, то, что хочет заказчик. Даже вот там вот в механизме, где много-много мелких деталей, всё вычищено. Потому что сама съёмка при готове к постановке света занимает там максимум минут 15 на один кадр, а обработка вот этих вот часов каждого из циферблатов, да, с лицевой стороны, с обратной, вот обработка каждого из этих кадров занимала там 2-3 часа, может быть даже больше. То есть, вы снимаете, там максимум час тратите на пару кадров, обрабатываете потом 5-6 часов, может быть. Какие-то вещи приходится вручную рисовать. Роман, никуда от этого не деться. То есть, если вы делаете проходняк какой-то, массовую-массовую-массовую, производству, съёмку на один день, да, на сайте, это обновление коллекции какое-то, то это, в принципе, допустимо. Картинки крупные никто не увидит, но более-менее нормально выглядят, ничего страшного. Вот. Но если вы спрашиваете, как это улучшить, и как выйти на новый уровень, думайте про обработку. Так, посмотрим, что ещё. Роман хотел меня спросить. Да нет, практически ничего. Всё. Да, я считаю, что Роману я ответил на все вопросы. Следующим номером нашей программы идёт Гранд Погасьян. Барридзес Гранд. Посмотрим, что пишет Гранд. Добрый день. Это фото сделано с целью тренировки. Буду рад услышать ваше мнение относительно него. Ну, жалко, конечно, что всего лишь одна фотография тут. Но, в принципе, есть что обсудить. В принципе, это типичная рекламная фотография. Банк пива, лёд, всё. То, что ожидается, что это будет такой вкусный рекламный кадр, который должен стимулировать покупки этого пива. Технически он, в принципе, неплох. Единственное, что мне лично не хватает глубины резкости, потому, что резкость здесь, на мой взгляд, важнее на самой этикетке, чем, например, на крышке. Ну, что, все знают, как должен выглядеть вот этот замок для открывания банки. Но, с другой стороны, вот здесь, внизу, и особенно, где лёд, резкости не хватает. То есть, я бы, например, банально сделал... Я сейчас показываю эту попытку обработки. На самом деле, это нужно было просто правильно сделать фокусировку при съёмке. Или использовать телшифт-объектив. Я сейчас ещё раз подчеркну. Я очень это приближённо показываю. Вот смотрите. Когда резкость появляется внизу, в целом, картинка выглядит более адекватно, на мой взгляд. Больше отвечает целям. И лёд становится более интересным. И так далее. А если ещё при этом добавить контраста, потому что изображение какое-то плосковатое, ну, тут, может быть, с шарпом я переборщил, я просто пытаюсь показать, что резкость у вас не совсем там, где нужна. Вернее, её нет там, где она должна быть. Вот. Если вы снимаете какой-то объект с этикеткой, очень важно, чтобы этикетка была в резкости целиком. Очень желательно. Смотрим. Вот контраста немного вам не хватает, на мой взгляд, ещё. Потому что весь лёд, который у вас есть в кадре, он выглядит изначально не как лёд, а как какое-то... Даже не знаю, с чем это сравнить. Как манная каша. Не обижайтесь, но лёд всё-таки любит контраст. Как вода, как стекло. Вот смотрите, я сейчас добавляю контраста, и картинка смотрится более вкусно. Согласитесь? По композиции я бы добил немножко снизу. Опять же, всем, 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 особенно предметным фотографам. Но любым фотографам вообще нужно изучать композицию. Если у вас этого не происходит автоматически, если вы автоматом не чувствуете, что вот здесь внизу не хватает воздуха, и у вас край банки фактически упирается в край кадра, то значит, блин, нужно учиться композиции. Как минимум здесь должно быть вот хотя бы так по пространству. Сравните сами. Вот здесь у вас банка упирается в край, и если провести воображаемый контур этой банки, он будет уже выходить за край кадра, вот так вот намного лучше. Но это всё элементарные вопросы, когда вы начнёте читать книжку по композиции, той же Голубевой, о которой я говорил в самом начале, вы это поймёте. Вот в рекламной съёмке мелочей не бывает. Там контраст упустили, здесь резкость не в том месте, здесь по кадрированию промахнулись немножко. Вот опять же, у вас вот здесь тёмный кусочек, самый тёмный просвет между льдинками. Он выглядит, на мой взгляд, не очень хорошо, он отвлекает внимание от всей композиции. То есть, глаз ведь цепляется за какие-то контрастные детали всегда. Как вот муха сидит на чём-то, на белой простыне, или на белом потолке сидит муха, взгляд она всегда притягивает. Вот мне кажется, что вот этот вот участок, вот его бы зафотошопить, всё, и картинка стала намного спокойнее выглядеть. Вот сравните. Вот чёрный провал, и вот его нет. Всё, он уже не перетягивает на себя внимание. Обращайте внимание на вот эти вот мелочи. Мелочей в рекламной съёмке не бывает. Про отсутствие смысла в этой фотографии я говорить ничего не буду, потому что это обычный рекламный кадр, каких сотни, тысячи, и, наверное, уже сейчас миллионы. Вот, там подписать только пей пиво пенное, будет офигенно. Закончим с грантом. Присылайте ещё фотографии, посмотрим, куда вы двигаетесь. Дело к ночи. Видите, у меня уже со стороны, с левой стороны лица пропало дневное освещение совсем из окна. Переходим к следующему участнику, Дмитрий, с ником предметлук. Так, меня зовут Дмитрий. Фото с бритвой сделано для тренировки на коротких выдержках. Да, вот оно фото. Постановка света во вложении. Вот так вот это всё снималось. Да, очень здорово, когда люди присылают не только сам кадр, но и бэкстейдж с него. Здесь, например, Дмитрий такой хитрый приём. Он снимал бритву, кидал её, видимо, в аквариум, так, бульк. Вот, а потом переворачивал в фотошопе. То есть, вот это вот, на самом деле, поверхность воды с обратной стороны снятая. Интересно, интересно. В принципе, я не думал, что так вот можно снять. Так, дальше. Вопрос, что не так с мебелью. Я вам ещё расскажу, что не так с бритвой. Вот, а здесь тоже есть моменты свои, нюансы. А что не так с мебелью? Вот здесь заканчивается мебель, да. Заказчики считают, что выглядят как ненастоящие. И прав ли он? Так, сейчас разберёмся. И как правильно снять гравировку на ложке спереди, чтобы хорошо читалась надпись, не выглядела пластиковой? Ага. Вот у нас ложка. Интересные вопросы, на которые вы, в принципе, Дмитрий, сами себе и отвечаете. По сути. Да, значит, что касается сразу по бритве. При том, что кадр неплохой, там, может быть, он спорный по композиции, куда эта бритва выныривает и откуда не совсем понятно. Ну, да ладно. Мне здесь радикально не нравится обработка. То есть, вы настолько перешарпили этот кадр. Вот я не знаю, видно это. Я сейчас сделаю покрупнее. Но настолько сильно пошарплена картинка. Я понимаю, что снималась через аквариум, через воду. Резкости там не хватало. Наверняка. Вот. Может быть, на сильно зажатой диафрагме. Фиг знает. Тут у вас экзифа нету. Нет экзифа. Но вы настолько это всё перешарпили, что получается просто какая-то некрасиво. Так нельзя делать. И здесь, опять же, видны артефакты обработки. Шумоподавление. Вот здесь шума нет. Здесь отъели кусочек капельки. Видно, надеюсь, всем. Вот здесь шум есть. Вот здесь его нет. В общем, обработка, конечно, неаккуратная. Так делать нельзя. Нужно работать более прилежно. Понимаете, это может выглядеть и звучать, как какое-то занудство. С одной стороны. Но с другой стороны, вы хотите получить качественный кадр, красивый. И вот этот весь мусор. Вот это всё. Не-не-не. Этому нужно учиться. Вот здесь царапинка у вас осталась, которая после шарпа вылезла. Понимаете, как идёт обработка? Садится ретушёр. Открывает картинку крупно. Там 100-200%. И начинает кисточкой всё убирать. Лишняя кисточка, штампик. Заплатка, ещё что-то. Какие-то инструменты в фотошопе для этого очень много. И начинает всё по квадратам двигаться, двигаться, двигаться. И вычищать весь мусор. Потом следующие полоса. Вот так вот. Смотришь, где что. Какой мусор. Вот все вот эти вот точечки, все вот эти вот царапинки, волоски прилипшие, ещё что-то. Это всё нужно убирать. Без этого ничего не получится. Не будет кадр выглядеть хорошо и, что называется, шикарно. Это вот что по бритве. Кстати, здесь вот у вас перед шарпом создалось такое впечатление, что эти пузырьки, они какие-то прям белые. Что это не пузырьки воздуха в воде, а что это какая-то, не знаю, что-то посыпали белое туда. Вот. Некрасиво. Надо аккуратнее обрабатывать. Дальше по мебели. Заказчик говорит, что мебель выглядит как ненастоящая. Я отчасти с ним соглашусь. Чисто технически кадр сделан неплохо, хотя и перешарплен. И немного ему не хватает какой-то помелочи ретуши. То есть, я понимаю, что это стилизация под винтаж. Где-то потертости, там всё замечательно красиво. Но вот мелкие точечки какие-то вот здесь, вот здесь, вот это. Наверное, это всё-таки не входило в планы мастеров, которые делали этот комодик. То же самое же здесь, вот у вас какое-то тёмное пятно, в целом создаётся ощущение неряшливости. Но претензия основная заказчика не к этому. Претензия к тому, что картинка выглядит плоской. Я объясню, почему она выглядит плоской. Смотрите, у вас, по идее, здесь лаковое, белое лаковое покрытие, краска, не знаю что. Как я это определил? А вот в том-то и проблема, что по вашим фотографиям определить, что это белый лак, очень трудно. У вас нет рефлексов нигде. Вот единственный рефлекс, который можно найти, это вот где-то вот здесь на ножке у вас есть какие-то белые рефлексы. Из-за того, что на больших поверхностях нет рефлексов, они выглядят матовыми. Вот на ручках есть рефлекс. Сразу видно, ручка глянцевая. А на больших поверхностях рефлексов нет. Кажется, что они матовые. Вот сейчас это выглядит у вас как что-то заштукатуренное, но ещё не покрашенное. В качестве эксперимента можно просто пойти банально в гугль и набить белый комод, например. Images. Вот, и посмотреть. Большинство картинок, конечно, не очень красивые. Но, вот смотрите, где видно, что это лаковая краска. Где изделие выглядит как настоящее. Видите, где присутствуют какие-то отражения, рефлексы. Вот здесь вот тоже отражение есть. И вот здесь тоже видно, что это отражение. Что поверхность на самом деле глянцевая, а не матовая. Ну, и плюс к этому, некоторое ощущение нереальности создаётся из-за того, что у вас полностью отсутствует какая бы то ни была перспектива. Да, нас всё время, и я сам тоже, многих своих читателей и учеников, настраивал на то, что если у вас снимается прямоугольный какой-то объект, забалов перспективы быть не должно. Но это скорее касается вертикали. А вот по горизонтали у вас, понимаете, у вас объект в изометрической проекции. То есть, у него вдоль, горизонтально нет никакой перспективы. Я сейчас попробую вам показать, как это могло бы выглядеть. Я сейчас утрированно показываю, естественно. У вас, скорее всего, сейчас я посмотрю, что в EXIF написано 100 мм, и это IOS 6T, полный кадр. Вы сняли это со 100 мм объективом, соответственно, вся перспектива у вас прибилась. Но из-за того, что перспективы нет, объект потерял ощущение протяжённости в пространстве. Понимаете, вот ваш комод, и вот я чуть-чуть добавил перспективу. Он стал уже более объёмным, более живым, и мы можем хоть как-то судить о его размерах. Вот в чём фишка. Понимаете? То же самое, вот вы посмотрите какие-то референсы из гугля. Вот смотрите, практически на всех фотографиях есть выраженная перспектива. Заваленных вертикалей здесь, конечно, нет. Их и не должно быть. Но горизонтальная перспектива всё-таки не помешает. Вот опять же хороший кадр, который иллюстрирует то, как должна выглядеть поверхность глянцевого предмета. Вот смотрите, у вас проходит рефлекс. Вот на этой фотографии ещё более понятно. Это оживляет поверхность. То есть, рефлекс оживляет поверхность. Здесь у вас рефлекса нет. Перспектива схождения линий горизонтальных, не вертикальных, ещё раз повторю, вертикальных завалов не должно быть. Но горизонтальное схождение линий даёт представление о протяжённости объекта в пространстве, о его размерах. Поэтому снимать, скорее всего, это нужно было не на 100-мм объектив, а вполне возможно, что миллиметров на 60 или, может быть, даже на полтинник. Может быть. Но это нужно экспериментировать. То есть, подобрать фокусное расстояние, при котором хотя бы какая-то перспектива начинает наблюдаться. Понимаете, вот в чём проблема у вас с мебелью. То есть, рефлексы и перспектива. Дальше. По поводу ложек. Я прекрасно понимаю, это очень сложный момент. Закроем браузер. Очень сложно передать гравировку на металле и вообще передать металл нормально. Смотрите. Я, насколько понимаю, вы снимали эти ложки в лайткубе. Это прям заметно. Либо у вас постановка света была такая, очень похожая на лайткуб. Любая фактура металла. Да, вот смотрите. У вас эта ложка выглядит матовой. Хотя она, скорее всего, глянцевая. А матированием на ней создан вот этот вот рисунок. Значит, то же самое, что я говорил Александру Роману и показывал пример с серьгами, с рефлексами. И покажу и вам тоже другой уже пример. Вот смотрите. За счёт чего понятно, что поверхность вот этих вот больших серёжек глянцевая. За счёт того, что на ней есть контрастные рефлексы большого размера. Большие. Вот оно. Большое пятно белое от софтбокса. Большое пятно тёмное от просвета между софтбоксами. Да, то же самое со всеми остальными кадрами. Принцип-то один и тот же. Вот. Вот у вас светлое здесь. Светлое, тёмное. Градиент. А у вас в кадре всё. Вся картинка состоит из рефлекса. Такого быть не может. Потому что, когда вся поверхность заполнена рефлексом, непонятна её фактура. Вот то, что у вас произошло. При этом вы показываете кадр с ложкой. Вот я не знаю, это ваш же кадр. Или, ну я так понимаю, что это вы же сняли. И у вас при этом, вот в этом кадре, ложка, на мой взгляд, выглядит совершенно нормально. У вас есть тёмный рефлекс. Видно, что она глянцевого металла. И мотированием на ней создана вот эта вот гравировочка. Да, всё нормально. Почему вам вот эти вот ложки не снять точно так же? Чтобы половина ложки была тёмная. Вот опять же, в фотошопе покажу, если так непонятно. Смотрите, берём. Там раз. Раз. Кстати сказать, если уж прям всё так вот, вот, уже вы всё сняли, на обработке выяснилась какая-то проблема, но в конце концов можно и уже после съёмки что-то подправить. Это, конечно, трудно будет. Потребует недюжинных навыков и усилий именно обработки. Но, между тем, этот рефлекс можно наложить потом. Я сейчас очень грубо показываю. Вот, смотрите. Просто я создал в фотошопе, буквально за несколько секунд нарисовал градиентный рефлекс. Смотрите, уже стало сразу понятно, что ложка у нас глянцевая. Ну, если бы вы снимали уже изначально, вот разместили софтбокс, сейчас я покажу, над ложкой, но так, чтобы его граница, вот смотрите, вы размещаете софтбокс, вот что такое, вот так размещаете софтбокс, так, чтобы рефлекс вот этой вот границы между софтбоксом и остальным тёмным пространством в вашей комнате проходил в нужном вам месте по поверхности ложки. Разделял её как бы на две половинки. Тёмный рефлекс и светлый. Всё. Вот перемещением этого софтбокса как раз решается ваша проблема. Почему я против лайткуба? Изначально, радикально против. Потому что в лайткубе невозможно получить контрастный рефлекс. Только если засунуть в лайткуб какую-нибудь чёрную бумажку. Кстати, что в принципе тоже возможно, но намного проще просто поставить вам софтбокс и вот его положение по горизонтали, вот то, что я стрелочкой показываю, да, вправо-влево чётко отрегулировать позицию, чтобы вот эта вот граница прошла по поверхности изделия там, где вам нужно. Надеюсь, понятно объяснил. Магии никакой. То, что я нарисовал в фотошопе, вы должны сделать при съёмке. Ну, в крайнем случае, при обработке это тоже можно добить. Вот. Надеюсь, что я на ваш вопрос про ложки ответил. Что ещё? Всё. Едем дальше. Дмитрий Лукьянов. Так, ой, сколько у нас сумок, сколько у нас обуви. Это просто вот... Это то, чем я в принципе сейчас занимаюсь на зарплате. Работа скучновато, но нужная. Значит, боже, да, так, да вам, пожалуйста, вам спасибо за то, что прислали свою работу. Ну, в Ростов-на-Дону снимаю каталог для интернет-магазина. Ну, это и понятно. Фон. Раньше мы представляли вещи на сайте на белом фоне. Да, кстати, у нас это тоже самое сейчас на белом фоне. На все снимки подставляли белый фон. Сейчас пробуем сделать каталог на сером. Похвальное, кстати, желание. Потому что уход от белого к серому, сразу все изделия начинают смотреться более выигрышно и объёмно. Тут появляется проблема. В артикуле обуви, который я предлагаю к письму, фон серый, но он очень неоднородный. И две фотографии не мои. Там фон практически идеально однородный серый. Как добиться такого фона? Я так понимаю, что образец написано. Образец два. Кстати сказать, вот ваши образцы, которые вы приложили, особенно вот этот, он тоже далеко не идеален. Если его посмотреть по поводу равномерности фона, очень легко проверить, кстати, равномерность фона. Вот берёте, накладываете корректирующий слой с левелами и загоняете контраст. Вот смотрите, помимо артефактов совершенно чудовищного жпега сжатия, видно, что фон неравномерный. Не только по яркости, но и даже и по цвету. Вон какие-то посторонние оттенки вылезают. То ли это плохая цветокоррекция, то ли это что, то ли это жпег сжатие. В общем, не надо брать это за образец. Фотографии не самые качественные, честно говорю. Дальше читаем. У меня сложилась съёмка белого на белом. Я снимаю светлую вещь, потом нужно делать фон белым. Это становится проблемой, вещь сливается с фоном. Это я так понимаю вот здесь. Да, у вас ботинки слились с фоном. Ну, это известная проблема. Сейчас мы про всё поговорим. Во-первых, вопрос о том, как получить равномерный фон в предметной фотографии, это один из самых сложных, самых муторных вопросов. Одна из проблем, которую приходится решать постоянно и чаще всего на неё тратятся огромные усилия. Значит, как это можно с этим побороться? Во-первых, банальной обтравкой, да, это отдельный этап, но просто нужно посадить технического дизайнера, который будет заниматься только обтравкой. Вот у нас, например, в компании технический дизайнер обтравливает порядка, наверное, тысячи изделий. На каждое изделие приходится как минимум по три ракурса. Порядка трёх тысяч кадров в месяц. И ничего страшного, жив пока ещё. Привет, кстати, тебе коллега. Так вот, обтравка, без неё обычно не обойтись, особенно если нужно снять белое на белом или ровный серый фон получить. Да, значит, как ещё можно повлиять на равномерность фона? Использовать крупные источники света, большие-большие в софтбоксе, заполняющие и так далее. Использовать фон, который имеет гладкую фактуру. Вот смотрите, я у вас вижу, что там какая-то фактура, то ли это шумы, то ли это фон, непонятно. Это опять, кстати, камень в ваш огород в плане обработки. Вот здесь ретуши не хватает. Но это ладно, может у вас такие объёмы, что вы просто не провернёте. Вернёмся к равномерности фона. Кстати, по свету у вас всё неплохо. Нормальные фактуры переданы, и всё хорошо. Но равномерный фон – это подбор материала для фона. Лучше всего использовать матовый пластик или картон. Глянцевый пластик будет отражать всё, что происходит вокруг, и любой объект, который отражается в этом фоне, он будет давать пятнистость какую-то, неравномерность. Но идеальный фон очень трудно получить. Дальше, по поводу белого на белом. Лучше всего и проще всего белое снимать не на белом, а на сером. И дальше делать обтравку, потому что съёмка изначально на белом фоне, она убивает объём. А вам как раз здесь не хватает объёма. Но ситуацию здесь можно исправить и за счёт освещения в том числе. Вот смотрите, у вас здесь есть участок, в котором белый сливается с фоном. Вот мыский ботинок, поскольку у них белая подошва, они сливаются с фоном. Что здесь можно сделать? Поскольку у вас есть директивы от заказчика использовать именно белый фон, хотя я бы их просто поставил на более тёмный, на серенький, и проблем бы не было, но вам деваться некуда. Поэтому вам можно просто поставить дополнительный какой-нибудь источник света со стороны камеры, который бы прокладывал лёгкую тень. Вот я сейчас её попробую нарисовать. Не знаю, получится ли у меня это сделать качественно. Мягкая тенюшка должна быть такая очень. Здесь и здесь. Я сейчас очень условно это всё рисую. Ну вот смотрите, тень падает туда, и у вас сразу отбивается ботинок от фона. Но с другой стороны заказчик может сказать, я не хочу, чтобы у меня были выраженные тени, хочу, чтобы был полностью вообще белый фон, и всё. Тогда вариантов нет. Тогда заказчику надо сказать, чувак, ты хочешь белый ботинок на белом фоне. Ты сам себе эту задачу усложнил. Потому что дураку понятно, что белое на белом видно не будет на границе. В принципе, что неплохо. Есть ещё один вариант. Вот у вас здесь не абсолютно кипельно-белые мыски. Можно поставить какой-нибудь контровый свет. Вот оттуда светящий, контровый. Который бы вам дал рефлексы. Сейчас покажу. Вот здесь вот рефлекс так, так. И вот здесь рефлекс так, и так. Я сейчас очень грубо показываю. Но за счёт этого объект бы тоже отбивался от фона. Потому что фон у вас один фиг не идеально белый. Там всё равно какая-то серость есть. Соответственно, за счёт вот этих рефлексов контрового освещения у вас бы силуэт предмета отбился бы от фона. Вот так ещё можно сделать. Обработка здесь уже ничем не поможешь. Это надо делать при съёмке. К выравниванию изделий есть определённые претензии. И вот такие вот объекты, их лучше снимать. Вот он у вас снят, знаете как? Он у вас лежит на фоне. И это заметно. Потому что тень. И тень некрасивая. Вот я про этот очень часто говорю. Вот здесь, вот здесь. Она некрасивая. Лучше бы вам было просто вот эту сумочку поставить на фон. А ручку её, ремень, подвесить на лесочку. Если вы снимаете много сумок, то вам нужно просто сделать в стене кронштейн. Как это у нас сделано у меня на работе. Выдвижной кронштейн поворотный. На который подвешена леска с крючком. И вы точно так же можете ручку эту выпрямить. Подвесить на крючок. Но при этом от неё не будет никаких лишних теней. И вы будете снимать изделие стоя. Но это всё каталожка. Тут ничего такого особого нет. Чем мог, я вам помог. Вот здесь тоже белое на белом в вашем образце. И ничего хорошего здесь я не вижу. Образцы тоже надо выбирать с умом. Так что с Дмитрием Лукьяновым мы закончим, пожалуй. Следующий участник. Дмитрий Янет. Или Янет. Не знаю, как ударение правильно ставить. Вот у нас пошла ювелирка. Цветы, кольца. Интересная, кстати, идея. Поместить колечко в цветок. Не видел такого. Молодец. Так. Сляты для тренировки. Нет, к сожалению, таких заказов. Нож старый заказ. Часы с текущего места работы. Каталог. Предполагалось под обтравку. Но мне и такой вариант больше нравится. Самое сложное. Камни в кольцах. Правильно. Дмитрий. Камни в кольцах. Это реально самое сложное. Именно поэтому их часто приходится снимать отдельно. Предметы разрачные. Через них по-хорошему надо пропустить свет. Все правильно мыслите. С логикой у вас все отлично. Что не всегда бывает удобно. И понятно, как это сделать. Но я понял. Вы рассказали себе и фактически задали вопрос. Так. Смотрим, что у нас технически с кадром. Ну, технически все неплохо. Резкость где надо. А обработки, конечно, немножко не хватает. Это выбитый металл. Вот. Вот здесь с рефлексами у вас фигня получилась. Надо просто побольше попрактиковаться. Вот здесь у вас немного провалились бриллиантики. Видно. Вот они какие-то тускленькие стали. Это значит, что им не хватает освещения. Вот здесь у вас плоскость появилась на бриллианте. Она тоже выглядит не очень хорошо. Для того, чтобы с таким сложным предметом разобраться, который состоит и из металла, и из камней, лучше всего сделать много-много дублей. То же самое. Я точно так же делаю много дублей одного и того же кадра с разным освещением. И потом либо выбираю лучший, либо совмещаю эти кадры в один фотошопе. То есть, накладываю слой с маской и кисточкой протираю по маске наиболее удачные камни. То есть, в одном кадре у меня вот этот бриллиант хорошо получился, в другом кадре и этот. В третьем вот здесь нет вот такого засвета. Сами понимаете, что выглядит он некрасиво. То есть, лучше было бы вот так. Соответственно, вы просто переставляете свет, вспышку, и ловите те промежуточные кадры, на которых отдельные камни смотрятся хорошо, совмещаете это всё в фотошопе. Значит, дальше. Вы хотите, чтобы вот эта поверхность осветилась нормально. Потому что у вас всё кольцо, вся верхняя часть кольца выглядит сероватой. Я сейчас покажу. Значит, по идее бы вам поставить источник света где-нибудь над и позади кольца, вот там. Вот там вот, за кольцом и вверх туда вот. Вот такой вот размер софтбокс, который бы вам на кольце дал некий контровый рефлекс. Сейчас я покажу, как это выглядит. Вот такой вот сверху. И у вас бы получился такой градиент вместе с рефлексом. Это бы придало больше объёма кадру. Вот так у вас бы какой-то рефлексик такой был. Ну, может быть, я сейчас не очень удачно это показываю на кадре. Именно в фотошопе. Ну, вы понимаете, да? То есть, вот такой рефлекс, он бы сразу заставил заиграть эту картинку. Дальше. С этим кольцом абсолютно всё то же самое. То есть, вам нужны более контрастные рефлексы. И чтобы границы этих рефлексов проходили по поверхностям. Вот надо больше смотреть чужих работ. Смотреть в интернете, забить в поиск ювелирку всякую. Вот смотрите, какая у меня здесь сложная работа с рефлексами. Это я выставлял отражатели. И граница между отражателем и тёмным пространством комнаты. Её нужно очень чётко подбирать, двигать, как вот с ложками было у предыдущего нашего участника. И где расположена вот эта граница рефлекса, это очень важно. Как она обтекает форму изделия. Причём границы достаточно контрастные. И нет больших поверхностей, на которых бы не разбивались рефлексом на какие-то половинки. Вот смотрим, опять же, на вашу фотографию. Вот здесь вот у вас поверхность разбита рефлексом. Пусть этот рефлекс не идеальной формы. То есть, его надо бы, конечно, подровнять эквифаем, подрисовать кисточкой. Вот здесь вот конкретно. Вот эти все участки. Но вот здесь такого рефлекса нет. Ещё я вижу артефакт стекинга, насколько я понимаю. Вот эти вот штуки, это артефакты стекинга. За этим за всём тоже надо слетить. Вот здесь тоже у вас. Значит, контраста вам не хватает на изделии. У вас всё это выглядит, как какая-то тусклая-тусклая медяшка. Не знаю, из чего сделан этот объект. Но всё-таки, мне кажется, что вот как-то так ему надо задать контраст. Опять же, какие-то рефлексы яркие, может быть, блики. Я сейчас это условно показываю. Но это всё при съёмке должно делаться. То же самое касается вот этого кольца. Если у вас получился изначально немного недоэкспонированный кадр, ну хорошо, вы же можете это подтянуть обработкой. Увеличьте контраст, увеличьте яркость немножко. Хотя бы вот так. И то у вас сейчас цвет похож скорее не на золото 585-й пробы, а на какую-то медь. Но и обрабатывать все рефлексы, всё это выравнивать нужно. Где-то что-то рисовать кисточкой вручную. Я уже это говорил, когда мы разбирали работы Романа Александрова. Что касается камней. Чтобы камень работал на просвет, интересно. Особенно это касается тёмных камней. Таких как рубины или сапфиры. Синие. Для него придётся по-любому делать отдельный кадр. Тем более, что у вас здесь уже стекинг есть. Отдельный кадр нужно делать на камень, где его хорошо, интенсивно подсвечивать каким-то отдельным светильником. Для этого можно использовать световую кисть с волоконно-орктическим световодом. Или просто в конце концов светодиодный фонарик. Или вспышку поставить за этим камушком. Сделать отдельный кадр. В принципе, какие-то вещи можно поправить обработкой. Например, взять тот же инструмент. Дождь Бёрн. И какие-то светлые участки, глики. Внутри грани, внутри этого камушка подработать. Но лучше всего сделать отдельный кадр при съёмке. С часами история практически та же самая, что и вот с этим вот кольцом. Смотрите, у вас здесь поверхность без рефлексов, которая из-за отсутствия резкой грани, светлая, тёмная, выглядит как матовый металл. То же самое и здесь. Здесь у вас должна быть... Вот эта вот поверхность, у вас скорее всего съёмка в лайт-кубе, я так понимаю, да? Значит, нужно разбивать эту поверхность на какие-то отдельные участки. Вот вы берёте и ставите свет так, чтобы у вас образовывался вот такой вот рефлекс. Здесь мы лишнее отрубим. Так, вот до, вот после. Сразу стало понятно, что вот этот металл, это не матовый металл, а глянцевый. И если ещё то же самое, точно такую же границу сделать в нижней части изделия, опять же грубо показываю, было понятно. Примерно. Сразу получается игра света и ощущение фактуры металла. Но главное, это правильные рефлексы. Их можно сделать с помощью отражателя, с помощью тёмных отражателей чёрных, которые вы будете ставить между источником света и изделием. Так, посмотрим на нож. Ну, тут с лезвием, в принципе, то же самое, при том, что сама ручка выглядит не так плохо. Ну, что, с Дмитрием Янетом, я думаю, что мы закончим. Иван с ником Shadow31. Что прислал Иван? Иван прислал пробные кадры. Я так понимаю, что мы пока ещё только учимся. Так, что он пишет? Пока я уже начинаю фотографировать предметку, фотографирую для себя. Фотографировать, Иван, вообще по-хорошему надо только для себя. А для того, чтобы научиться делать хорошие фотографии. Ну, это всё общие слова, это и так очевидно, для чего люди снимают. На фото рулет, свет из окна, часы сняты на зеркале с использованием софтбоксов, флакончик дыхов, снятый на фоне монитора, с равноцветным градиентом. С вечным фонариком, бокал с водой. Буду давать комментариям и критикам. Хорошо, сейчас будет критика. Комментарии. Технически, у вас шевелёнка на кадре, хоть дикий шарп. Я понимаю, что вы учитесь, что у вас это всё снято, скорее всего, на какую-то мыльницу, что пишут Canon, PowerShot, S5 и S. Всё правильно. Это заметно, что у вас снято это на мыльницу по качеству картинки. Шевелёнки в предметной съёмке быть не должно, за исключением редких случаев, когда это художественный эффект. Соответственно, и вот таких вот адских шумов с перешапом тоже. Соответственно, если вы хотите получить какой-то более-менее приемлемый коммерчески пригодный результат, нужно совершенно однозначно вам менять камеру. Скорее всего, купить какую-нибудь хотя бы кропнутую зеркалку или беззеркалку. Сейчас уже практически без разницы, зеркалка или беззеркалка. Вон на Olympus E-M10. Прекрасные кадры технически. Да, значит, по композиции здесь у нас, опять же, касание контура тарелки края кадра. Надо было бы оставить больше фона снизу. Я здесь сейчас даже не буду вдаваться в подробности. А освещение вы, в принципе, интуитивно выбрали неплохое. Но техническое несовершенство здесь этот кадр очень сильно убивает. Если бы это было снято нормальной камерой, то я думаю, что этот кадр выглядел бы совершенно по-студийному, несмотря на то, что он снят при свете из окна. Дальше. Часы. Ну, опять же, здесь проблемы съёмки на мыльницу с маленькой матрицей. Не хватает динамического диапазона. Вот эти все рефлексы, они у вас выбитыми получаются. Отпечатки пальцев на часах. Вот это всё смазанное. Ну, некрасиво. Некрасиво. Вот здесь чёрный участок, без фактуры. Вам нужно просто смотреть побольше хороших фотографий. Пытаться сравнивать свои кадры с этими хорошими снимками, профессиональными. И пытаться найти разницу между тем, что делаете вы, и что делают они. Потому что пытаться сейчас объяснить, что не так вот здесь и здесь. Да здесь просто всё не так. Понимаете? Всё. Начиная с зеркала, в котором двоящееся отражение получается, такого быть не должно. Заканчивая композицией, которая тоже вся неуравновешенная. Вам надо и по композиции почитать. И вот смотрите, у вас здесь ни одного рефлекса нет на стрелках часов, на вот этих металлических элементов. И на корпусе часов вот здесь. Из-за этого непонятно, что это сделано из металла. Вот в отражении, как ни странно, у вас осветились часы более правильно. То есть, вот с той точки зрения, с более нижней позиции, у вас какие-то рефлексы легли на циферблат. И металл немножко осветлился. Вот точно так же. Вам нужно со стороны камеры перед часами поставить, следуя углу отражения, поставить какой-нибудь софтбокс. Или, в крайнем случае, отражатель. Я сейчас попробую вам показать, где это должно находиться. Смотрите. Сейчас покажу. Камера смотрит вот так. Соответственно, от плоскости циферблата луч зрения уходит вот в эту точку. В этой точке у вас ничего не установлено. Там просто пустота, которая создает черный рефлекс. Если вы сюда поставите отражатель, то его свет будет отражаться от циферблата и попадать в камеру. И все вот эти элементы, в том числе и элементы корпуса часов, которые сейчас абсолютно черные, они приобретут какой-то объем. Отражатель можно, как я уже говорил, сделать из серебристой бумаги. В конце концов, здесь вам для тренировки пойдет обычная пища бумага белая. Поэтому смотрите больше чужих фотографий, смотрите, как профессионалы снимают, поработайте над композицией и попробуйте побольше экспериментировать с отражателями, чтобы заполнить вот эти черные области. Дальше. Бокал. Съемка на фоне монитора. Ну, если вы взялись снимать парфюм, например, посмотрите, как снимают парфюмы. Ну, вот так их никто не снимает. Достаточно, у нас сейчас век интернета, и референсы найти для своей работы совершенно нетрудно. Вот набиваете парфюм батл, и все. И получаете просто кучу кадров. Но большинство из них не очень качественные и не очень интересные. Но, в принципе, можно найти референсы, как снимать эти парфюмы. На темном фоне, пожалуйста, кадр. На светлом фоне. На градиенте. Вот поизучайте, как люди снимают прозрачные объекты. Какая композиция при этом. Это вам поможет понять, не что не так в ваших фотографиях, потому что в них сейчас не так все. Это вам поможет понять, в каком направлении надо двигаться, чтобы достичь продаваемой картинки. Которая какую-то пользу может принести в стоке, в рекламе. Только тогда вы сможете делать какие-то коммерческие заказы. На этом мы, я думаю, закончим с Иваном, который Shadow 31. Максим Черенков. Не скучайте, у нас осталось всего-навсего 4 участника. Смотрим, что Максим пишет о себе. И какие фотографии он нам прислал. Вот опять ювелирка. Придорожил несколько работ, чтобы услышать критику коммерческие фотографии, принятые оплаченные заказчиками. Хорошо, допустим, удовлетворения от результатов нет. В связи с чем, два вопроса, если позволите. Позволю и 10, особенно от человека, у которого нет удовлетворения от результата. Это замечательно. Значит, вы пытаетесь чему-то учиться. В чем мои слабые стороны, как над ними работать, чтобы поднять уровень. Как снимать или чистить открытую шинку с простой геометрией. Ага, я понял. Чтобы не было лишних отражений, грязи и не скатиться в матовость. Все, сейчас мы с вами разберемся. Смотрите, у вас вообще фотографии неплохого уровня очень. Но у них у всех примерно один и тот же недостаток. То есть, вы уже более-менее научились работать с рефлексами. Чуть-чуть у вас излишняя какая-то матовость, залитость белым такая присутствует. Но у вас глобально не хватает контраста на изображениях. Тем более, что у вас кадр на чёрном. Изделие снято на чёрном фоне. И здесь лучше бы задрать контраст. Вот так, например. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, у вас совершенно другой взгляд на это изделие. Но посмотрите, насколько вообще лучше и интереснее. Насколько объёмнее и рельефнее, оно начинает смотреться, если ему добавить немного контраста. Вот смотрите, вот это до, такое ощущение какого-то тумана. И вот это после. Всё, картинка заиграла. Ну, может быть, я тут немножко переборщил. Но уже что-то, уже какая-то игра света получается интересная. До и после. Ёжик в тумане, ёжик не в тумане. А то же самое с любым другим кадром. Вот с этим кольцом тоже. Здесь у вас, я вижу, ещё один недостаток. Вы вот здесь нарисовали рефлекс. Поскольку у вас здесь есть отражение уже верхней части шинки, про которую вы как раз спрашиваете, что с ним делать. Вот это вот отражение нужно было тогда полностью заштамповать. Нафиг. Это и так понятно, да? Что вот этого вот всего быть не должно. И уже по-чистому нарисовать рефлекс. Но у зрителя всё равно будет возникать вопрос. А откуда, как же здесь взялся вот этот вот рефлекс, если на пути этого софтбокса или отражателя стоит вот эта часть шинки внешняя. Что-то не так. Ну, в принципе, всё равно вот так вот лучше. Мне кажется, что вот это вот отражение лишнее, его надо убирать. Даже если мы стремимся оставить какую-то естественность, всё равно с ним картинка получается грязноватая. Вот сравните. Вот это выглядит, понимаете, надо стремиться убрать все элементы, отретушировать всё, что может как-то способствовать неправильной трактовке формы изделия. Вот сейчас у вас, например, кажется, что вот эта вот штука – это какая-то канавка во внутренней части кольца, в шинке. Хотя на самом деле здесь гладкий, просто гладкая труба. Соответственно, вот когда мы её убираем, форма шинки становится более понятной. Насколько правильно у вас нарисованы рефлексы, честно сказать, мне здесь не хватает опять контраста. Я бы делал рефлекс не светлый, скорее, а тёмный. Вы постарались, более-менее правильно угадали форму этого рефлекса, как оно должно следовать по поверхности. Это, кстати, уже неплохой навык. Я кого-то, не помню кого из своих учеников, я долго и трудно обучал вот этому рисованию рефлексов. Это на самом деле нелёгкая задача, чтобы создать искусственный рефлекс на поверхности и сделать его так, чтобы он выглядел естественно. Но вот здесь я бы, скорее всего, делал рефлекс тёмный, а не светлый. Вы смотрите, насколько интереснее и контрастнее это выглядит. И то же самое я бы повторил и на верхней части кольца тоже. Это всё работает на объём. В чём это можно сделать уже при обработке? Как-то всё-таки интереснее смотрится. Не знаю, может быть, я не прав, опять же, это всё противоречит вашей концепции, но мне кажется, что с такими контрастами как-то покрасивее выглядит. То есть, да, здесь та же история, не хватает контраста на камушках, причём камушки я бы вытравил отдельно на отдельный слой, там тем же самым квикмаскам и всю вот эту вот часть. Ну, потому что при съёмке с камнями очень трудно обходиться, их всё равно приходится вдумчиво как-то обрабатывать. Вот, я бы это выдрал на слой и подправил бы там хотя бы кривыми контрастами вот так вот сделаю. Вот уже стало интереснее. Смотрите. Но я бы ещё здесь избавлялся от голубизны серебряной части вот этой, потому что хорошо, камушки могут быть голубоватыми из-за эффекта дисперсии. Но всё остальное лучше, конечно, чтобы оно было бесцветным. Вот смотрите, я обесцветил камни, и в принципе, они ничего не потеряли от этого. Может быть, даже приобрели. Вот. То есть, контраст на камнях нужно регулировать отдельно уже при обработке. Вот так вот, мне кажется, намного лучше. Ну, и само оба изделия я тоже подконтрастил. Вот. Смотрите, насколько более насыщенным становится цвет сам по себе. То есть, я сейчас не трогаю saturation никак. Я просто прибавляю контраста. Вот. Делаю контрастную кривую. Вот. Смотрите, насколько сразу это становится интереснее, насыщеннее, объёмнее. То есть, чисто обработкой мы вот от такого довольно плоского туманного кадра пришли уже к чему-то вполне себе. Ну, при всех недостатках каких-то мелких ретуши, в целом совершенно уже пригодный кадр. Вот. Поэтому не бойтесь контраста. Не бойтесь. Ничего страшного в этом нет. Заказчики, на самом деле, может быть, вам это конкретно не нравится. Вы любите плоскую картинку. Здесь то же самое. Абсолютно с высокей пересмешанностью. Абсолютно тот же самый эффект. Вот один в один. Прям. С ней можно провернуть то же самое. Камушки на отдельный слой. Им контраст. И изделию контраст. Так, а что вы спрашивали про часы? Ну, с часами-то, в принципе, всё ничего. Единственное, что у вас немного перспектива здесь завалена. Часы из-за того, что вы снимали их сверху вниз, камера была направлена не параллельно полу, а немножко под углом направлена вниз. Вот у вас получилось, что я сейчас просто гайды проведу. Вот раз гайд и два гайда. Видно, что часы к низу сужаются. Вот так вот идёт. Из-за этого возникает ощущение, что они падают на зрителя. Если это не получилось при съёмке, хотя при съёмке это очень легко сделать, достаточно просто камеру ставить параллельно полу, ну или использовать, в крайнем случае, тилт-шифт-объектив. За счёт шифта можно этот завал устранить. Но при обработке это тоже можно сделать, это не так сложно. Вот у нас вертикальная перспектива. Смотрите. Просто чуть-чуть её подправляем. Вот после, вот до. Вот так часы падают на зрителя. Вот так они стоят прямо и устойчиво. Обращайте на это внимание. Особенно, когда снимаете мебель. Вот, кстати сказать, на заметку кому там. Вот, да, Дмитрий, предмет лук. Без рефлексов поверхности. Да, вот вам на заметку, Дмитрий, то, как снял мебель Максим Черенков. Смотрите, у него здесь на поверхности изделия есть просматривающийся рефлекс, благодаря которому можно понять, как обработано это изделие. Матовый лак у него глянцевый, есть ли какая-то фактура. И это очень важно, нужно понимать. Для мебели, для заказчика очень важна фактура поверхности. От этого зависит стоимость изделия. С этим мы, пожалуй, что закончим. Оксана Ващук. Что пишет Оксана? Оксана снимает у нас ювелирку, так сказать, во фристайре. Это была проба в предметке. Тренировка для себя. Самое сложное было постановка света, глубина резкости. Так, ну посмотрим. Вопрос здесь самый главный, это глубина резкости. Да, и она остаётся. И что вам подсказать? Почитайте мои статьи. Самое главное, что в предметной съёмке, особенно в ювелирке, особенно когда у вас какие-то блики или камни, всё это сверкает, и любая точечка стремится размыться в кружок, передняя часть изделия всегда должна быть в резкости. У вас сейчас получается, что передняя часть кольца, она не резкая. Лучше бы вы фокус перетянули немножко вперёд на себя, чем убрали его назад, пытаясь вместить всё кольцо целиком в резкость. Что у вас там? Диафрагма 3.9. Очень странно, почему такая диафрагма. Nikon D800. Ну, может быть какая-то ошибка EXIF, я не знаю. И ISO здесь. 560. Всё-таки технически здесь качества нормального не будет. А тут 6.7. Ну, Оксана, 6.7 даже. И даже, тем более 3.4, это не диафрагма для предметки. Никак. Конечно, у вас может получиться более-менее художественный кадр, как вот здесь. Вот у вас интересная игра света в боке. Мне, в принципе, такой подход нравится. Он не кондовый. И если вы технически сделаете адекватный кадр, без шумов, без завышенного ISO, с хорошей обработкой, то вот такая креативная предметка, она может быть востребованной и хорошо оплачиваемой. Но чисто технически нужно, конечно, поработать, чтобы вот таких шумов не было и так далее. Так, что вы ещё спрашиваете? Постановка света. Ну, честно сказать, постановка света здесь не самая выгодная. Всё-таки металлы и ювелирку лучше снимать не с точечными источниками света. Вот я смотрю, у вас здесь видно по теням, что источники света точечные. А с большими рассеивателями. Так у вас будут получаться более протяжённые рефлексы. В целом, картинка будет выглядеть аккуратнее и не потребует большой ретуши. Потому что, как только вы начинаете использовать точечные источники, вот я здесь вижу у вас лампа тёплая и вспышка холодная. Ну, во-первых, само по себе сочетание тёплого и холодного источников, это хождение по краю, оно может создавать интересные креативные эффекты, но только тогда, когда вы этим владеете уже профессионально. Во-вторых, точечный источник подчёркивает все царапинки на изделии и требует огромной ретуши. Поэтому купите рассеиватель, софтбокс. В крайнем случае, купите зонтик, если не хватает денег на софтбокс. И тренируйтесь располагать рефлексы где нужно. Вот у вас здесь тоже рефлекс от точечного источника, от вспышки. Он выявляет всю грязь, всю неаккуратность поверхности. Вы пытались сделать эти кадры максимально приемлемыми за счёт того, что они у вас чёрные и у вас какие-то присутствуют блики в боке. Это классно, это здорово. Далеко не все могут таким образом выкручиваться из ситуации, когда чисто технически не получается сделать хороший классический кадр ювелирный. Но поверьте, этот навык вам тоже понадобится, а творческое мышление у вас уже есть, оно никуда не денется. За гриб надо следить, и гриб всегда должна быть на переднем плане. Так, дальше. Сильнеликов Михаил. Что пишет Михаил? Ой, так много написал, так мало прислал кадров. Не претендуя на звание фотографа, балуюсь чуток в свободное время. Ну, хорошо, если ваше баловство рано или поздно выплывет в какую-нибудь степь. Почему бы и нет? Для подстрахового вдруг никто не вернет. Это фото плоских и блестящих предметов с мелкими дизайями типа значков. Во! Вот это на самом деле очень сложная работа. Очень сложная. Один, пожалуй, из самых сложных моментов, когда нужно снимать значки, монеты, всякие гравировки. То есть, плоский предмет, который нужно снять в лоб без искажений и при этом получить на нем рефлексы. Это очень сложно. Вы здесь сами не знаете, насколько трудоемкую вообще тему затронули. Так, дальше. Очень хочется узнать, как правильно происходит. Так, какие нюансы надо учитывать. Снимал для себя свет от окна, слива отстроенные вспышки. Отражал листком бумаги. Точнее, двумя. Один лист отражал влево, а второй уже на значок. Для вот этого решения, очень не зря, кстати, значки и монеты часто не фотографируют, а просто-напросто сканируют в сканере. Потому, что результат получается как минимум не хуже, а затруднений при съемке меньше. Вот CoinScan берем. Я просто хочу сказать, что при сканировании монет в обычном планшетном сканере картинка получается с меньшими затруднениями и быстрее. Потому, что лампа находится над монетой, проезжает. И вся ее поверхность заливается светом, чего при съемке с помощью камеры достичь трудно. Значит, какой есть для этого выход, на самом деле, который сильно упростит вам работу. Я сейчас попробую вам это показать в виде схемки. Значит, вот у вас, допустим, лежит монета. Вот это у нас стол. На столе лежит монета. Монета, допустим, освещается софтбоксом вот отсюда. Там это все на стоечке. А вот отсюда вы ее снимаете камерой. Вот в этом случае... Вот здесь вот камера стоит. Вот в этом случае, по закону отражения, по которому угол падения равен углу отражения, вы на краю монеты увидите вот такой вот рефлекс. Вернее, вот такой рефлекс от софтбокса. И при необходимости, регулируя наклон камеры относительно поверхности стола, вы получите, в принципе, любой нужный вам рефлекс на значке, на монете и так далее. Но проблема будет в том, что ракурс у вас будет не прямой, а наклонный. В принципе, очень часто снимают под наклонным ракурсом. И потом это выправляют в фотошопе или с помощью tilt-shift объектива за счет шифта можно выправить вот эту перспективу, наклон. Но эффективнее все-таки снять монету прямо. Камера смотрит вертикально. Но при таком расположении угол падения равен углу отражения. То есть, камера будет снимать собственное отражение своего объектива в этой монете. И она будет черной. Для того, чтобы она не была черной, на камеру надевается вот так вот листок бумаги, в котором проделано отверстие. И подавая свет, например, сверху, расположив тут какую-нибудь лампочку, светящую на просвет через лист бумаги, вы получаете, чуть-чуть сместив камеру вправо-влево, немножко, без потери в плане перспективы. То есть, у вас монета все еще более-менее ровно лежит. У вас, получается, вся ее поверхность залита светом. В принципе, можно там софтбокс какой-то поставить, неважно. Но самое главное, что вы просто надеваете на объектив камеры лист бумаги, в котором проделано отверстие. И все. И таким образом вы имитируете фактически кольцевую вспышку. Кстати сказать, если у вас есть макро-вспышка кольцевая, можно ее использовать, но она даст более резкую, даст более резкий рефлекс, более контрастный. Лист бумаги на просвет работающий или лист молочного какого-нибудь пластика тонкого будет работать лучше. Вот так вот можно снимать монеты. При этом вы избежите еще всех нюансов, связанных с маленьким источником света в виде вот таких вот выявленной фактуры поверхности, которая не очень хорошо смотрится. Да, и еще и сможете вот по этой вот глазури, смотрите, ведь это важно, это все та же самая история с ложками, когда у нас не хватает резкого рефлекса на плоской поверхности. Да, вот здесь вот, здесь не хватает рефлекса какого-нибудь такого. Вот так должно быть что-то, да? Я сейчас опять грубо рисую. Вот смотрите, уже сразу становится понятно, что эта глазурь глянцевая. Поняли, о чем речь, да? Вот, чтобы получить вот этот вот краешек между камерой, между объективом и монеткой, нужно завести плавно листочек бумаги, либо темный, либо светлый, для того, чтобы получить вот эту вот границу резкую между освещенной и неосвещенной частью. Вот, по кораблику ничего не скажу, не хватает контрастности в освещении, как-то все очень бледненько. Не знаю. Смотрите, насколько у вас плоским получился корпус корабля. Вот здесь вот вообще объема не видно совершенно. Вот в этом вот участке. Вот здесь вот нет объема. Если бы вы поставили вот с этой стороны софтбокс небольшой, может быть даже точечный источник, там с каким-то рефлектором небольшим, у вас бы вот здесь прошел блик по носу корабля. И он бы подчеркнул и фактуру поверхности, и вообще объема бы прибавилось. Вот что я могу вам подсказать. Поехали! У нас последний остался участник. И последний глоток воды. Как я все классно рассчитал. Федор Виль 33. Смотрим. Ох ты! Сколько у нас всего интересного. И сколько текста! О, боже мой! Зовут Федор. Не все фотографии любят критику. Ой, это все растекание мыслью. По древу, извините. Боюсь, их просто сделать некачественно. Не дает взяться за более глобальные проекты. Но вы пробуйте, пробуйте, Федор. Так, серия карточек для сайта магазина, который занимается продажей ювелирных украшений часов. Сделанных в преддверии Нового года. Задача сфотографировать композиции часов, ювелирных предметов с разными цветовыми фонами. Так, все, сейчас разберемся. Вот такие вот раскладки. Это, конечно, попахивает цыганщиной. Все, очень сильно. Особенно, когда вы используете цветной свет на фон. Вот у вас, может быть, это дизайнер заказчика придумал такую композицию. Ну, вы посмотрите, сколько здесь изделий. Просто каша. Глаз не знает, за что зацепиться. Я понимаю, заказчику ему хотелось показать все. Все. И то, и то, и у нас и то есть. И вот это, и часики, и сережки. Еще и вот такие подвесочки. А еще и вот такое колье. И что только у нас нету. Еще новогоднюю тему сюда приплели. Только Новый год почему-то вот с этими цветами-то никак не сочетается. Желтый снег, что ли? Извините за резкость, Федор. Извините за резкость. Но, блин, вот ощущения праздника нету. Есть ощущение цыганщины. Из-за того, что много чего навалено. И как-то все, как-то все ни к чему. Ну, вы бы хотя бы, я не знаю, сделали бы вот раз часы, идеи какой-то вообще нет. Вот раз часы у вас есть, а сделайте на часах там без пяти двенадцать. Почему нет? Если у вас Новый год. Ну, так продумывать надо все детали. Но вот это более гармонично, кстати, смотрится. Все равно много всего навалили. Навалили до такой степени, что уже непонятно, что лежит. Там вот это вот все снегом припорошено. Вот это что, запонки? Не запонки. Ну, это очень сложная работа, делать такие композиции гармоничными. Для этого должен быть работа дизайнера, который делает такую раскладку. Рисует скетчи. Как что разместить. Потому что сейчас это скорее реклама какого-нибудь китайского интернет-магазина, который продает все от и до. От трусов и до часов. По освещению тоже очень трудно освещать правильно такие раскладки. Но смотрите, почему у вас вот эти фотографии смотрятся как фото из прошлого века. Там из каких-нибудь 90-х годов. Я объясню, потому что сняты они такое ощущение, что с точечными источниками из-за этого какие-то резкие тени, резкие блики, нет благородности у картинки. Я в качестве примера попробую вам показать. Ну, я таких композиций практически не снимал. Но вот из того, что у меня было, например, есть, пожалуйста, вот такая вот куча часов. Ну, хорошо, ну, хочет заказчик, хочет. Но освещать это нужно аккуратно, большими источниками света. Потому что с точечным источником вы никогда не подберёте свет так, чтобы все изделия выглядели хорошо. И вот здесь, по крайней мере, хотя бы более-менее нормальные рефлексы лежат на всех часах. И здесь, и здесь, потому что большой источник света. И то, всё равно это всё попахивает цыганщиной. Я бы за такие вообще композиции, если честно, не брался, потому что это сложно и неблагодарно. И вы потом вот это вот выставите в портфолио, у вас всё равно удовлетворения не будет. Ну да ладно, оставим это всё. Конкретные изделия. Ну, это у вас снято в лайткубе, скорее всего. Что вы пишете? Использую лайтбокс. Два источника света. Объективы. Вот смотрите. У вас в лайтбоксе и так-то получается освещение довольно плоское. Потому что со всех сторон предмет окружён светом. А вы ещё и добавляете туда два источника с противоположных сторон. То есть, пытаетесь залить светом. Но, конечно, у вас никакой красивой картинки не будет. У вас будет изделие, снятое за пять минут, очень быстренько, с равномерным формом, которое не потребует никакой особой обработки, кроме того, что нужно вот эту верёвочку от этикетки. Её нужно, конечно, заштамповать. И весь мусор. Но никакой интересной работы с рефлексами не будет. А для того, чтобы качественно снимать ювелирку с претензией на эксклюзив, а не каталожные, нашарашенные кадры и не отретушированные для интернет-магазина, которые один сезон поработают и потом обновятся, то нужно, конечно, избегать лайтбокса. Я уже всё про это сказал, по-моему, и в блоге, и в обзорах, что лайтбокс – это просто смерть для освещения. Всё. Какие-то конкретные здесь указывать. Просто попробуйте поснимать нормально, с нормальным источником света. Не с лайтбоксом, и тем более не с двумя вспышками. Две вспышки – они сразу убивают у вас объём, которого и так-то особо не было. И тем более вот эти кадры я законченными вообще не считаю, потому что они требуют обтравки, выравнивания. Нельзя такое показывать. Нужно доводить кадр до ума, фотографию, сделать всё возможное, чем вы можете её улучшить, и уже тогда её присылать. Потому что я вам сейчас буду говорить совершенно очевидные вещи. Ну что, я надеюсь, я более-менее помог вам разобраться с вашими вопросами. У нас было не очень много участников, 16 человек, но запись получилась большая. Что ж, я думаю, что эта рубрика у нас не завянет на одном этом обзоре. Я жду от вас, что вы будете присылать и дальше мне свои работы. То есть, как бы эта рубрика остаётся открытым. Предметный разговор мы с вами продолжим. Просто присылайте свои работы на e-mail. Я его укажу в посте, где будет опубликовано это видео. Напишу требования и так далее. На самом деле всё не так сложно, просто нужно в заголовке к письму написать предметный разговор. Всё. Дальше написать немного текста о том, для чего, с какой целью были сняты изделия, на какой профессиональной стадии развития вы находитесь. Вот это очень желательно сделать, потому что присылают работы и не пишут, для чего они и зачем. Мне трудно как-то высказывать какую-то критику. Я не знаю профессионального уровня человека. То есть, может быть, эта фотография для начинающего – это просто гениальный кадр. Для человека, который считает себя профи стоковой фотографией, это может быть просто полная лажа. В общем, я жду от вас работ и очень надеюсь, что мы с вами продолжим, потому что мне было интересно. Мне было интересно посмотреть, мне было интересно ответить на ваши вопросы. Надеюсь, что и вам было тоже интересно. Спасибо, что смотрели и слушали. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok